До того, как у них появились дети Джорджия и Дейл, ходили на дегустации в местный винный магазин, однажды даже отправили специальный дегустационный тур в Крайвиноделе, в округ Санома, Калифорния. Сэм заказал замечательный ширас, а затем сделал милое, просто очаровательное признание. Это мое первое свидание после развода, и я очень-очень нервничаю. Прежде чем уйти из дома, я примерила три рубашки. Он улыбался, а его глаза были устреблены на пальцы, которые нервно барабанили по столу. Джорджию он уже нравился. Честный и уязвимый человек, который разбирается в вине. Ну, выглядите вы отлично. Это было правда. Высоченный, как гора мужчина, с красивыми блестящими каштанными волосами, прикрывавшими уши. Он был немного похож на Джеймса Тейлора. Если, конечно, у Джеймса Тейлора еще остались волосы. Джеймс Тейлор родился в 1948-м, американский фолк-музыкан и автор песен, очень популярный в 70-е годы. Спасибо. Сэм поднял глаза на Джорджию, а затем снова перевел взгляд на свои руки. Элис говорила мне, что вы умная и красивая, так что я уже находился под впечатлением. Он посмотрел прямо в лицо Джорджии, но я не догадывался, что вы настолько красивые. Сэм нервным жетом отбросил волосы со лба. Спасибо, что согласились поужинать со мной. Я оценил это и благодарен вам. Джорджия рассмеялась. Я не делала никому одолжение. У вас приятный голос. И Элис говорила мне, что вы классный парень. Сэм смущенно усмехнулся. Да, но по телефону мой голос, по-моему, звучал как-то пафосно, верно? Это все из-за развода. Да и годы несчастливого брака подрывают уверенность в себе. Вы не находите? Джорджия медленно кинула и сказала. О да, мне это знакомо. Но на самом деле, глядя на него, она думала, какое простодушие. Человек, начато лишенный хитрости и притворства. Взрослый мужчина с открытым сердцем говорит ей, что она красивая, при этом едва не заливается краской. Джорджии захотелось заорканить его, посадить в клетку и унести к себе домой, где она сможет держать его для себя лично. Такого неиспорченного внешнего мира. За ужином она выяснила, что Сэм родом со Среднего Запада, что, по-видимому, многое объясняла. Манеры у него были безупречные. Он был любезен с официанткой. Однако с чувством юмора у него было не очень, что крайне забавляло Джорджио. Но лучше всего было то, что, когда Сэм рассказывал о своей бывшей жене, было видно, что ему тяжело говорить о ней плохо. Только гораздо позже, в ходе беседы, Джорджия выяснила, что супруга изменяла ему многократно. Они все говорили и говорили, делились историями своей семейной жизни, подробностями того, как она у них закончилась. И помимо того, что Джорджия была совершенно очарована, она теперь была еще и в восторге. Каким-то образом Сэму, загнанному в угол обманутому мужу, врагоносцу, удалось предстать перед ней привлекательным парнем. Он был добрым, благородным, забавным. И воспринимал абсурдность ситуации ровно настолько, чтобы быть просто очарователем, когда речь заходила о крушении его брака в 19 годах, выброшенных из жизни. Джорджия и Сэм доели ужин и заказали еще бутылочку вина. Выпив ее, они были уже немного навеселе. Сэм подождал, пока Джорджия сядет в такси, и поцеловал ее на прощание. А затем с неподдельной искренностью сказал ей, что замечательно провел вечер и очень хотел бы увидеться с ней с Солом. Они договорились встретиться ровно через неделю, что для Джорджии было сроком немалым. Но она понимала, пока что Сэм новичок во всех этих делах со свиданиями и не хотела его торопить. Она поднялась к себе, расплатилась с женщиной, присматривавшейся за детьми, и счастливая отправилась спать. Теперь у нее появилась надежда, и звали эту надежду Сэм. Тем временем в Австралии на следующий день утром я встала пораньше, чтобы снова обратиться к статистике. Пока я искала в интернете материалы о засухе на мужчин, я наткнулась на дно автора, чьи заметки публиковались постоянно. Звали ее Фиона Крэншоу. Сама она была с тасманией небольшого острова Южного Поперелья Австралии и писала для одиноких австралийских женщин. Статьи эти были проникнуты грубоватым австралийским юмором. Но Фиона была твердо убеждена, что каким бы острым ни был дефицит мужчин, леди всегда обязаны помнить, что они богини, что они не должны успокаиваться и обязаны оставаться позитивно настроены. Одной женщине она дала изумительно шокирующий совет. Вы только вдумайтесь, в первую очередь она должна полюбить себя, но чем не поем. Очевидно, если ты будешь себя любить, мужчины начнут массово выстраиваться, вытереть к тебе стройными рядами. Это жутко меня разозлило. Я сидела на своей кровати, слушала мурлыка Нейлис и чувствовала, как во вне закипает ярость. Вот вам женщина, которая в своих колонках приводит статистические данные и при этом убеждает дам любить себя и оставаться позитивно настроенными в любой ситуации. Если есть какая-то голодающая деревня, где пищи нет и в помине, никто ведь в здравом уме не начнет уговаривать местных жителей любить себя, думать позитивно. И тогда еда каким-то образом появится. Однако любой обладает неким мистическим свойством, которое заставляет нас чувствовать, что мы можем игнорировать суровые сукие факты, один из которых тот, что мужчин на всех не хватает. К счастью, мне не пришлось. К счастью, мне не пришлось долго над этим раздумывать, потому что тут позвонила наша принимающая сторона Рейчер, чтобы наполнить мой день радостью. Мой друг Уилс хочет сегодня пригласить вас на свою лодку. Вы вдвоем сможете поехать. Похоже, что день для этого идеальный. Правда? Он хочет покатать нас на лодке. Да, он бизнесмен, поэтому любит устанавливать новые конкаты. Но он понимает, что мы с Иллис не вполне. Ой, я тебя умоляю, ты же пишешь книгу о знакомствах и свиданиях. Кому это может не понравиться? Уилл собирается взять с собой несколько приятелей, так что у вас там есть определенные перспективы. Что ж, это ужасно милость с его стороны. Я не привыкла к такой щедрости. Я из Нью-Йорка, а мы слишком заняты, чтобы быть столь услужливыми. Встретимся два перед отеля. Лодка заберет вас прямо оттуда, и Рейчер повесила труп. Лодкой оказался Донди. Быстроходный катер, который выглядел очень дорого и плавал очень быстро. Мы ракеты пронеслись к моему пристани, так что от бьющего лицо ветра, как кожа на щеках натянулась, а волосы растепались и спутались. Уилл показал нам, где живет Рассел Кроу, а ты неплохо устроился, Рассел, и пальцем указал на Дон, принадлежащий Руперту Мердеку. Наш сопровождающий прихватил с собой двух приятелей, Джона и Фредди. Им было чуть за тридцать. Оба красивые и, как я поняла, исключительно богатые. Джон, первый смуглый мужчина, который попался мне в Сильное, был очень похож на итальянца. Фредди был членом семьи, на которую работала Рэйчел. Только в центральной части Сидноя ему лично полностью или частично принадлежало пять или шесть ресторанов и отелей. Мне он напоминал Ленса Армстронга. Родился в 1971-м. Американский вилогонщик, единственный, кто семь раз выигрывал в общем зачете гонку Тур де Франс. Им было чуть за тридцать. Оба красивые, как я поняла, исключительно богатые. Джон, первый смуглый мужчина, который попался мне в Сильное, был очень похож на итальянца. Фредди был членом семьи, на которой работал Рэйчел. Только в центральной части Сидноя ему лично полностью или частиценно принадлежало пять или шесть ресторанов и отелей. Мне он напоминал Ленса Армстронга. Высокий, поджарый, уверенный в себе и тоже своего рода придурок. Я только разглянула на этих красивых, богатых джентльменов, живущих посреди голода на мужчин. И в голове у меня мелькнула одна единственная мысль. Детки в кондитерском магазине. Каково было мое первоначальное отношение к ним, когда Уилл наконец замедлял скорость катера, и у меня появилась возможность сесть и поговорить с этими парнями. Уилл налил нам шампанского, а Рэйчел принесла что-то крошечное, загрызнув, так сказать, малюсенькие кусочки черного хлеба, с ломтиками лосося, мазком сметаны сверху. Было очень вкусно. Я спросила мужчин, есть ли у них подруги. Те ответили, что нет. Я спросила, не потому ли это, что выбор слишком большой. А они только рассмеялись и пожали плечами. Ну, на самом деле, смеялся только Джон Фредди. Был слишком крут, чтобы смеяться. Надо полагать, это должно означать «да», сказала я. Мужчины снова не уверенно пожали плечами. Но Джон попытался объяснить. Это не совсем так. Я хочу остепениться, правда хочу. Хочу влюбиться, но пока что просто не встретила подходящую девушку. А вы не думаете, что вам не удается познакомиться с правильной девушкой, именно потому, что вы уверены, за ней будет еще одна, следующая, не менее подходящая. На этот раз голос подал Уилл. Нет, когда влюбляешься, это как удар. Ты это сразу понимаешь. И тогда будь перед тобой хоть 500 супермоделей. Это уже не имеет для тебя значения. Остальные мужчины согласились с ним. У меня же, по сути, был всего один вопрос, на который я хотела получить ответ. Насчет этой проклятой статистики. Каковы при этом ощущения, когда не нужно беспокоиться о том, чтобы найти себе пару? Джон посмотрел на меня с удивлением. Что вы имеете в виду? Я, например, беспокоюсь. И не уверен. Уилл произнес. Я все время работаю. Откуда у меня время, чтобы с кем-то знакомиться? А Джон добавил. Тот факт, что вокруг меня масса женщин еще не гарантирует, что я могу встретить кого-то, кого мог бы полюбить. Уилл подлил себе еще немного шампанского. А в действительности, эта ситуация может быть более депрессивной, чем кажется, когда знакомишься со всеми этими женщинами. И ни одна из них не является той самой единственной. Но Уиллу ни при каких обстоятельствах не удалось бы заставить меня посочувствовать ему. Я продолжала нагнетать обстановку. Значит, вы хотите сказать, что в Сидне найти любовь так же тяжело, как и женщина? Двое мужчин кивнули. Фредди с каменным лицом смотрел куда-то в океанскую дали. Я не унималась. Вы не можете не согласиться, что у вас возможности влюбиться больше, чем у женщин. Просто потому, что вы встречаете больше людей, которые могут оказаться вашими половинками. Вы не думаете, что это должно повысить ваши шансы. Джон сказал, не думая, что это работает таким образом. Уилл сказал, все, что нужно, это один человек. Эти мужчины смотрели на статистику совсем не так, как я. Очевидно, для них не имело значения, сколько рыбы в море. И найти одну золотую рыбку своей любви, любви на всю оставшуюся жизнь. Трудно, независимо от того, где ты плаваешь. Допрос продолжила Элис. А кто-нибудь из вас бывал влюблен? Все дружно закивали. Начал Уилл. Когда я был подростком, у меня была любовь. И мое сердце было разбито. А в девятнадцать у меня была подружка, которая просто вытирала от меня ноги. Джон сказал, когда я был молод, я хорошо относился к своим подругам. Покупал им цветы, писал любовные стихи. Уилл рассмеялся, а Джон смущенно продолжил. Я ничего не мог с этим поделать. Я был слишком романтичен. В двадцать один год у меня была девушка, на которой я должен был жениться. Я был влюблен в нее по уши, но она ушла от меня, сказала, что я становлюсь слишком серьезно. Интересно, подумала я, где эта девушка сейчас? Я надеялась, что она не одинока и живет в Сиднее. Элис посмотрела на Лэнса, а Рустронга, а вы, Фредди, что-то вы совсем притихли. Фредди коротко взглянул на Элис и пожал плечами. Со мной та же история. Когда я был помоложе, я был раздавлен, но потом сообразил, пока женщинам не исполнится тридцать лет, может быть тридцать два, власть принадлежит им. Мы ищем их, сражаемся за ними, гоняемся за ними, но к тридцати четырем, тридцати пяти годам ситуация кардинально меняется. Власть переходит к нам, и теперь уже женщины борются за наше внимание и преследуют нас, думая это своего рода расплата. За все то дерьмо, через которое они заставили нас пройти, когда мы были моложе. Остальные мужчины смотрели на Фредди, не пытаясь возразить ему, хотя не желая обострять ситуацию. Глаза Элис напряженно прищурились. Она заерзала на своем месте, потом спокойно отпила шампанское. Я взяла еще бутербродик. А кто-нибудь из вас рассматривал вариант, чтобы встречаться с женщиной старше вас? Лет около сорока или даже старше. В этом вопросе я предпочитаю следовать тактике, делить свой возраст пополам и прибавь четыре. Если вы понимаете, о чем я, совершенно серьезно ответил Фредди. Остальные мужчины засмеялись. Я провела вычисления в уме. Это означало, что все они хотели встречаться с девушками 19-20 лет. И вслед за этим голову мне пришла мысль о том, чтобы прыгнуть за борт прямо здесь и сейчас. Фредди с видом знатока добавил, когда мы где-нибудь бываем, мы не знакомимся с женщиной постарше, потому что их нет. Не поняла, простите, быстро отреагировала Элис. Холодным тоном, медленно, словно разговаривает, но отстал ими Фредди пояснил. Женщин такого возраста в моих клубах и ресторанах нет, потому что они все замужем. Наступила моя очередь вступить в разговор. Вы хотите сказать, что все женщины старше, скажем, 38 уже замужем, поэтому-то их и нет в ваших клубах? Да, разумеется. Другие мужчины согласились с ним. Вы хотите сказать, смущенно произнесла Элис, что в сильном, буквальном смысле слова, нет одиноких женщин в возрасте, скажем, 38? Фредди уверенно кинул головой, да. Минуту я молча смотрела на него, а потом прокашлялась. А вы знаете, что статистика, с которой я очень хорошо знакома, говорит совершенно о другом. Фредди пожал плечами. Мне принадлежит половина баров и ресторанам в этом городе. Так кому вы будете верить? Мне или этой вашей статистике? Но я уже не могла остановиться. А вам не кажется, Фредди, что причина, по которой в барах и ресторанах нет одиноких женщин старше 38, заключается в том, что вы их просто не замечаете, что они для вас невидимки. Фредди снова пожал плечами. Возможно. Мы с Элис переглянулись. Это было самое важное признание, которого мы добились от этих мужчин за весь день. Послушайте, но вам-то обеим еще долгие годы не о чем беспокоиться. Так вокруг чего вся эта шумиха, сказал вы. Вам сколько лет, леди? 31-32? И даже здесь, на этом катере с этими мужчинами, от этих слов моей души разлилось приятное, теплое чувство. Гореть мне в аду. На этот раз Элис почему-то не посчитала необходимую поправлять. Вечером Элис сделала укладку феном, надела туфли на шпильках и накрасилась. Но с таким же успехом она могла бы одеться в костюм цвета хаки, военные ботинки, шляпу для сафари и прихватить с собой ружье. Потому что она собиралась на охоту, чтобы выследить, где здесь находятся женщины старше 35-ти. Мы отправились в одно из заведений Фредди, очень остроумно называвшийся мир Фредди. Это место было похоже на большую пещеру с громадной круглой барной стойкой посередине зала и кучей людей, трещущихся вокруг нее. Судя по всему, никакого голода на мужиков, не говоря уже о засухе, тут не наблюдалось. Ты давай направо, а я пойду налево. Встречаемся под аркой там впереди. И я пошла направо, высматривая в толпе женщин с легкими морщинами на лбу и складками протянувшимся от носа до уголков рта. Но все, все, кого я видела, были красотками с детскими лицами и сияющей кожей, какая бывает у людей до тридцати. До арки мы с Элис добрались почти синхронно. Я подошла к другу женщинам, о которых подумала, что им больше тридцати пяти. Они сказали мне, что им по двадцать семь. При этом одна из них едва не урезала мне кулаком, а другая сбежала плакать в дамскую комнату. Элис еще раз огляделась по сторонам, а в основном у меня пусто. Давай посетим они на зелу ресторанов, предложила я. Я имею в виду женщинам за тридцать пять. Все равно ведь надо чем-то питаться, верно? Мы прошли несколько кварталов и обнаружили рыбу Фредди. Очень стильный ресторан суши, занимавший собой угол улицы с высокими и большими окнами, чтобы хорошо было видно красивых людей, евших там рис с сырой рыбой. К счастью, мы сели в середине зала. Соседний с нами столик был свободен и к тому времени, когда прибыл наш сакэ. За ним и строились четыре дамы, все со складками на лбу и дорогущими сумочками. Короче, джекпот. После того, как они сделали заказ, мы попытались рассмотреть их, каждый раз улыбая, когда встречались с кем-то из них глазами, чтобы выглядеть дружелюбно. Элис спрятала бессолевой соль, соус нашего столика к себе в сумму, чтобы потом со своим ярко выраженным акцентом жительницы Стейден Айленда попросить этот самый соус у них. Они проглотили наживку. Так вы из Нью-Йорка? Да-да, оттуда, ответила Элис. Моя подруга Джулия пишет книгу о том, каково женщине быть одинокой в разных странах мира. Своего рода спорник рекомендаций с обзором мирового опыта. Женщины заинтересовались. Одна о них спросила, значит, вы приехали в Сидней проводить исследование? Да, именно так. И что же вы обнаружили? спросила другая. Ну, пока что я еще ничего не обнаружила, но несколько вопросов у меня есть. Застинчиво сказала я. Да, мы подались в нашу с Элис в сторону. Все они были очень красивы. Одна из них улыбнулась и сказала, окей, валяйте. Элис готовностью подскочила на месте. Куда вы, женщина, отправляетесь, чтобы познакомиться с мужчиной в бар? Нет, сказала первая. Я никогда не хожу в бар. Никогда повторила вторая. Третья сказала, я иногда хожу в компании своих подруг, но обычно все это выглядит довольно уныло. Мужчины нашего возраста ведут себя так, как будто мы неведемники. Элис чувством стукнула кулаком по столу. Я так и знала. А вы ходите в какие-нибудь клубы Фредди Уэлса? Этого трудно избежать, вступила в разговор четвертая, но в последнее время я практически перестала это делать. Мне тридцать восемь, и я начала чувствовать себя слишком старой для этого. Остальные с ней согласились. Теперь мы собираемся, чтобы просто поужинать в месяц. Или если это нужно по работе, в противном случае я просто сижу дома. В конце концов, может быть Фредди был прав, возможно, это город потерянных женщин, где леди после определенного возраста просто вынуждены сидеть по домам и смотреть телевизор. Я взирала на этих прекрасных, полносилстильных женщин, которые вели себя так, будто уже готовы начинать играть в шафлборд и обращаться к хирургам по поводу катаракты. Шафлборд популярная паба, настольная игра, во время которой монеты или металлические диски щелчком передвигаются, по разделенной на девять клеток доске. И должна была задать этот вопрос. А вы никогда не думали о том, чтобы переехать куда-нибудь, где мужчин больше, или где есть бары для тех, кому за 25, вставила Элис? Я подумала о том, чтобы уехать в Рим, сказала одна. Ну да, Европа. Полагают, что там мужчины будут трахать тебе даже, когда тебе стопнет 50. Надежда в голосе сказала другая. Похоже, эта концепция воодушевила и остальных женщин. А я подумала, что возможно это правильно. Вероятно, это может стать темой еще одного бестселлера для женщин. Места, где мужчины трахают вас, когда дамы 50. Но реально, как мы можем сорваться отсюда? Просто упаковать вещи и бросить свои дома, потому что у нас плохие дела на любовном фронте, это кажется нелепостью, сказала одна из них. Пока мы ели наши эдомамы, сбивая их саке, я думала о себе и своих подругах. Наши дела на любовном фронте можно было бы рассматривать как катастрофу, но мне бы и в голову не пришло предложить кому-то из нас уехать из Нью-Йорка искать себе мужчину. Или пришло бы. Может быть, нам следовало бы относиться к статистике немного серьезнее? Мы доели суши и, как и положено приличным женщинам под 40 в Сиднее, отправились домой или приспать. Тем временем в Штатах за эту неделю Джорджия получила от Сэма два коротких астроумных имейла, один раз недолго переговорилась с ним по телефону и даже получила одно СМС согласившим разговаривать с тобой ГР8. Сокращение используемого в электронной переписке 8 по-английски H. ГР плюс H созвучно с Great. Здорово, классно. Джорджии бросилась в глаза, что текст этот не очень согласовывался с тем мило застенчивым и далеким от современных тенденций Сэма, которого она видела неделю назад. Однако она не придала особого значения этой мелькнувшей в голове мысли. Это вроде бы подтверждало наличие у нее перспективы романтических отношений, неважно насколько длительность и Джорджия немного расслабилась. Этот тонкий лучик надежды может помочь вам пройти через множество дней, когда вы в одиночестве готовите детям завтраки, в одиночестве ложитесь спать, представляя себе, как ваш муж в это время занимается сексом с обольстительной танцовщицей с мускулистыми бедрами. У Джорджии появилась перспектива и даже когда Сэм прислал имейк с просьбой перенести их свидание на пару дней, потому что во что-то там неожиданно всплыло, она не обратила на это внимание. Ее волновало сейчас только то, что он не отказывается от нее и остается ее потенциальная надежда. Они встретились в баре в Бруклине. Сэм предложил для встречи это место, потому что оно было недалеко от его квартиры. Джорджия не возражала, почему бы ей не проехаться. Живя в Бруклине, Сэм должно быть постоянно ездить на метро. Ему рано вставать на работу, да и к месту их прошлой встречи нужно было ехать дальше, чем ей. Это показало Джорджии всего лишь справедливым. Однако, войдя в заведение, она удивилась, насколько молодым здесь быть контингент, насколько молодым здесь был контингент. когда-то больше походила на паб в колледже. Первый же момент, когда Джорджия увидела Сэма, она поняла, что он изменился. Его буквально переполняло что-то. Уверенность в себе вот что это было. Он выглядел намного более уверенным, чем это было полторы недели назад. Джорджия опустила это свое наблюдение и сосредоточилась на выполнении текущей задачи быть восхитительной. Ты ведь не возражаешь, если мы просто посещаем в паре, как бы мимоходом и очень уверенно спросил Сэм. Нет, нет, конечно, нет, все в порядке. Сэм указал ей на одинокий табурет в парной стойке вот сюда. Почему бы я тебе не присел здесь? Джорджия немного смутилась. О, ну, хорошо, ты не хочешь? Нет, я просидел весь день. Мне будет полезно немного постоять. Джорджия послушно села и взглянула на Сэма, который облокотился на стойку. Что тебе взять? У них тут отличный Гиннес. Джорджия не могла не отметить некую игру на понижение от ресторана к бару, от кушетки к табурету, от вина к пиву. Это было бы замечательно, сказала она. Сэм передал их заказ бармену и с улыбкой повернулся к ней. Улыбка, которая на прошлой неделе была туповатой и застенчивой, сейчас оказалась просто сияющей. На Сэме была та же одежда, что и в прошлый раз, но теперь она выглядела по-другому, стильно. Сэма, Джорджия мимо болтали. Он стоит, она сидит, джорджия, джорджия ходила на свидание с мужчинами еще недостаточно давно, чтобы понять, почему при этом обстоятельстве она чувствовала в себе неловко. Почему бы Сэму и не постоять, если ему так хочется? В конце концов, это свободная страна. Как ты поживал с тех пор, как мы виделись в последний раз? Небрежно спросила Джорджия, чтобы у вас свое пиво. Классно, правда, очень здорово. Это замечательно. А какой, собственно, смысл ты вкладываешь в это свое очень здорово. Ты сама это знаешь, понимаешь, я просто выхожу в город, встречаюсь с разными людьми, понимаю, что я есть на самом деле без Клэр. Короче, расправляю крылья. Это воодушевляет. Даже так воодушевляет. Вау, замечательно, воодушевляет. В общем, против воодушевления не устоять. Так выходит точно. Против воодушевления не устоять. Джорджия подумала о ходе своей жизни после развода Тейла. Ну да, в Бразилии она переспала с мужиком по вызову. Наверное, это тоже можно рассматривать как нечто воодушевляющее. Сэм сделал большой глоток пива и вытер губы рукавом. Джорджия смотрела на него, сама не зная, действительно ли она хочет услышать от него какие-то подробности. Но остановиться уже не могла. Итак, что тебя воодушевляет? Ну, это на самом деле захватывает знакомство со всеми этим женщинам. Джорджия вопросительно приняла бровь и Сэм решил объяснить. Ну, мы с тобой вдвоем выходим в город, встречаем разных людей. Так, и мы снова возвращаемся в игру и смотрим, насколько мы соответствуем положению вещей. Верно? Джорджия вежливо кинула. Да, конечно. Поэтому, я тебе признаюсь, на этой неделе я назначил несколько втюг через интернет. просто решил ввинуться в это как в прорубь. Ух, Сэм широко развел руками, как будто нырял, а потом тоже руками изобразил фонтан. Поднявшийся брызг. Ух, согласно повторила Джорджия, и то, что я узнал, это просто потрясающе. Я имею ввиду, моя жена не спала со мной несколько лет. Думаю, мне казалось, что все это из-за того, что я реально не привлекательна в сексуальном плане человека. Но сейчас я хожу на свидание и женщины хотят встретиться со мной опять. Для них не важно, что у меня двое детей и что зарабатываю я всего в 60 тысяч баксов в год. Они все равно хотят видеть меня сном. Джорджия ответила ему так, как он того и хотел. Это здорово, Сэм, ты просто молодец. Сэм наклонился к ней и схватил ее за руку. По правде говоря, у меня никогда не было девушки. Я был просто слонным парнем, о котором говорили, что со мной хорошо дружить. А после этого уходили со всякими придурками и знали, что все эти девушки сейчас незамужние женщины, которым около сорока, а я хороший парень с престойно работой. С таким же успехом я мог бы быть самим Иисусом Христом. У Доджи спазмом давила желудок. Когда с губ Сэма сорвались слова насчет самого Иисуса Христа, все внутри перевернулось. Она прислонилась к стойке, стараясь оставаться спокойной. Доджи понимала, что все это, наверное, правда, но до сих пор никто не говорил ей этого вслух так прямо и откровенно. На самом деле в Нью-Йорке привлекательные мужчины в районе сорока действительно заканчиваются быстро. Они словно чудесные божественные дары в виде хлебов и рыбы падающих с небес. Люда чувствовала, что лицо ее горит, а в уголках глаз скапливаются слезы. Знаешь, я что-то неважно себя чувствовала. Сэм мгновенно обеспокоился. Что, правда, как жаль. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Может, воды? Веда в том, что Сэм и вправду был славным парнем. И именно поэтому представлял собой абсолютно убийственный объект для свидания в Нью-Йорке. Да нет, все в порядке. Думаю, мне лучше поймать такси и поехать домой, если ты не возражаешь. Прости, мне очень жаль. Но на самом деле никакого сожаления Джорджа не испытывала. У Сэма была такая вереница назначенных встреч, что он, вероятно, почувствует облегчение от того, что один вечер освободился. Теперь ей стала понятна эта фишка насчет того, чтобы постоять у стойки бара. Он уже так насиделся во время свидания, что у него болела задница. А может быть, Сэм думал о том, что ему сегодня еще бежать к следующей даме и не хотел тратить времени на то, чтобы залазить и слазить с табурет. Джорджа встал. Сэм помог ей надеть куртку, проводил на улицу и остановил для нее такси. С тобой точно все в порядке? Джорджа посмотрел на него, чувствуя, как все ее тело пронизывает тупая боль. Не волнуйся, я в норме. Думаю, просто съела что-то не тут за обедом. Это донимало меня весь день. Сэм открыл дверцу, и Джорджа села в машину. Окей, я позвоню тебе минут через двадцать, чтобы убедиться, что ты благополучно добралась. Хорошо? Да, конечно, спасибо, промяглила Джорджа. Она быстро отвернулась, чтобы он не видел, как она плачет. Ее печаль выплеснулась снаружи. Только что Джорджа получила еще один урок насчет того, каково это быть одной. Ты идешь на свидание, чтобы встретить любовь в своей жизни, а твоему партнеру просто хочется съесть в субботний вечер вкусный стейк, или же броситься в прорубь. Джорджа чувствовала себя нежной. Как она могла подумать, что все будет легко? Насчет славного парня, который познакомится с ней, она ему понравится, и он захочет быть с ней. Это был Нью-Йорк. И у Джорджи было такое ощущение, будто это самая статистика плюнула ей в лицо. Справедливости ради нужно заметить, что через двадцать минут Сэм действительно позвонил, чтобы справиться, о ее состоянии. Он и вправду был славным, какой все-таки мерзавец. Выполняя обязанности волонтера в приюте для животных, в течение первых двух часов Робби стала свидетелем того, как отдали на усыпление трех собак. Ей не обязательно нужно было говорить об этом слух. Она и так все поняла. Какой-то мужчина в белом халате вытащил первую собаку из клетки и увел с собой. Эта собака больше никогда не вернется. Руби была в ужасе. Она понимала, чем они здесь занимаются, знала, что такова их политика, но все же не догадывалась, что такое происходит настолько часто. Это оказалось очень жестоким. Когда какой-то молодой человек забирал из клетки третью собаку, Руби остановила его. Простите, сэр. Молодой человек поднял на нее глаза, дверца клетки была открыта. Могли бы вы объяснить мне, по какому принципу вы делаете выбор? Молодой человек прикрыл дверцу, выглядело это так, будто он не хочет, чтобы собака это слышала. Вы имеете в виду, кого именно мы забираем? Руби кимнула. Очевидно, это была неудобная тема. Он прокашлялся. Мы принимаем решение, исходя из пригодности животных, учитывая их возраст, состояние здоровья и темперамент. Руби, не понимая, покачала головой. Темперамент молодой человек кимнул. Выходит, чем злее пес, тем больше шансов, что его отсюда заберут. Парень кимнул. Было видно, что он сам не в восторге от этого. Он вежливо улыбнулся, Руби и снова открыл дверцу клетки. Молодой человек забрал Такера среди предков, которого была немецкая обчарка. Пес не издавал ни звука, но выглядел очень тощим, болезненно тощим. Теперь уже Руби едва сдерживала слезы. Могу я обнять Такера? Пожалуйста, всего разочек. Молодой человек посмотрел на него, он внимательно изучил ее лицо, чтобы убедиться, что не имеет дела с какой-то психопаткой. Затем вывел Такера из клетки и подвел его к Руби, которая встала перед псом на колени и крепко обняла его. Она ласкала собаку, шептала ей на ухо о том, как она ее любит. Руби не заплакала, не устроила сцену, просто поднялась и отпустила Такера. Когда она сделала это, ей в голову неожиданно пришла мысль, мысль которой не обязательно было гордиться. Она была рада, что работает волонтером в этом приюте. И не потому, что чувствовала, что сможет быть здесь полезной и что животное нуждается в мне. Нет. Если я могу делать это так, чтобы не выходить из себя, чтобы у меня не съехала крыша, подумала Руби, я смогу все, что угодно включать в то, чтобы начать снова встречаться с мужчинами. В конце концов, это превратилось в рутину. В этом приюте для животных Руби стала своего рода сестрой прижан. Общественный и религиозный деятель борется отмену смертной казни в США. Она заботилась о том, чтобы последним лицом, которое животное видели перед встречей с создателем, было лицо любви. Поэтому, если в смену Руби работала раз в неделю по вечерам в четверг, собак забирали на усыпление, тот молодой человек, Беннет, обязательно подводил к ней собаку. Руби проводила для него или нее обряд последнего напутствия, состоявшей из крепких объятий и долгого нашептывания слов любви. Затем животных отводили в специальную комнату, где делали смертельную инъекцию и усыпляли. Тем временем сирена продолжала встречаться со своим мужчиной, где только можно, в чулане для швабр, кладовке для продуктов и даже в дамской комнате магазина натуральные продукты интегральной йоги на 13 улице. Единственное, чего они никогда не рисковали делать, это встречаться у собственных комнатах. Это было первое место, где тебя станут искать, если ты вдруг понадобишься и пристольных объяснений тому, что она выскальзывает из комнаты своими с вами сварупа. Сирена найти бы не смогла, зато для их цели подходила любое другое укромное местечко. Если Сирена стала с вами для того, чтобы почувствовать мощную всеохватывающую любовь, позволившую ей приобщиться к божественному трансцендентному духовному началу, тогда эти сумасшедшие саньясинские обеды выполняли свою задачу в полной мере. Когда в это роковое утро Сирена сидела и медитировала после краткого транса с вами сварупа, состоявшегося в туалете на церковном этаже, ее мысли были заняты воспроизведением сценария произошедшего. Она сидит на руком Монике, он стоит перед ней, затем оба сидят на закрытой крышке, унитаза, потом оба стоят у стены. Это безусловно были те самые чуждые посторонние мысли, от которых, как учил их наставник по медитации необходимо совпадить свое сознание. Однако, как Сирена не пыталась это сделать, ей это не удавалось, потому что она была влюблена. И поскольку с ней такое было впервые, она была отражена. Насколько точно это слово отражало ее состояние влюблена. Сирена любила этого мужчину так сильно, что ей казалось, будто она плавает в каком-то пузыре, пузыре любви, что каждый миг, каждого часа своей жизни она существует в любви. И как бы иронично это не звучало, но это был самый духовный опыт, который она когда-либо получала. Ни уроки йоги, ни курсы медитации, ни десятилетний пост на одних соках никогда не подводили ее так близко к экзальтированному состоянию, в котором она пребывала под влиянием этого совершенно нового для нее и прекрасного чувства любви. В процессе медитации сирена позволила себе говорить то, что хотела сказать. Это как раз то, о чем везде твердят и в дире, и в дире, и в лирических песнях, и в стихах, и в фильмах. Это ради всего вся наша жизнь в состоянии любить кого-то и иметь человека, который любит тебя. Медленно сосредоточена дыша, следя за каждым вдохом и выдохом, сирена сделала еще один шаг вперед. До сих пор я не понимала, что означает быть живым человеком. Без любви это понятие теряет смысл. Ну вот, она произнесла эти слова. И сирена действительно так думала, как она сможет когда-то, хоть когда-нибудь формировать жизнь в этом мире без этого волшебного чувства. Ведь это все, это сама жизнь, это истина, это Бог. К счастью, ей не придется жить без этого, потому что с вами сварук никуда не уходит. Странно, сирена по-прежнему продолжала обращаться к нему с вами сварук. Самые интимные моменты она могла сказать им о свамьи. Но это уж было самое светское запрощение. Мистер о свамьи, о свамьи, похоже, тоже существовал в аналогичном пузыре любви, и поэтому всегда хотел быть рядом с ней, касаться ее, разговаривать с ней, украдко ловить ее взгляд, улыбку, прикосновение. Он даже сделал сирене подарок, в данности ему знак того, что она теперь принадлежит ему, маленький черный шнурок. С вами сварук повязал я его на лодыжку и сказал, что теперь каждый раз, когда он будет видеть этот шнурок, он будет знать, что они связаны вместе. Для сирены это служило доказательство того, что он тоже влюблен, и она была рада отпустить ситуацию, чтобы все шло своим чередом. Единственным обстоятельством, которое несколько преуменьшало радость сирены, вот такого космического поединения их душ был тот факт, что она еще ни перед кем не раскрыла громадную необъятность своих эмоций. Пока я путешествовала, мы с ней лишь созванивались, и некоторое время она не общалась с Руби, Джоджи и Элис. С вами, сваруку, она тоже ни о чем таком не говорила, и постепенно это начало ее текотить. Радость обитала внутри сирены, согревала, понимала настроение, но она также требовала выхода, она нуждалась в том, чтобы вырваться в мир, как истина, как реальность, чтобы сирена могла воспарить все выше, еще выше, чем теперь, чтобы в любви была возможность излиться из ее сердца в окружающий мир. Сегодня была очередь сирены ввести первый урок йоги, начинался он рано в 7.30, и присутствовали на нем всего шесть очень решительных женщин и один мужчина. Сирена давала им наставление по освоению пранзаямы, дыхательных упражнений, рассказывала, как дышать через правую ноздрю, зажав при этом левую большим пальцем левой руки, а затем повторять тоже в зеркальном отображении. Пока они были в процессе стимуляции своих чакр, сирена приняла решение, она собиралась рассказать с вами сварупа, сварупа, Надя о том, что чувствует. Сирена считала, что было бы неуважением по отношению к вселенной и Богу, не признаться в том благословении, которое на нее снизошло. Этот центр был очень старой школой йоги. Здесь преподавали не кардио-йогу, не йогу, практикованную комнате с температурой преисподней. Это была добрая старая йога, и в данный момент они выполняли подъем ног. Левая нога вверх и вниз, правая нога вверх и вниз. Сирена произносила это, а ее мысли витали очень далеко. Она представляла, как будет говорить с вами сварупа, Надя. Сирена решила, что нарушит основное их правило и после урока пойдет к ним в спальню. Она просто нежно и деликатно скажет ему о том, что они оба и без того знали и ощущали. Она опишет ему глубину своих чувств и для того, чтобы просить о каких-то решениях или обязательствах, а просто, чтобы дать выход своей тайне. Это чувство должно быть торжеством. И Сирена считала необходимым восхвалять его, даже если это состоится только между ними и Дуням. В этот момент взглянулся на своих учеников, которые сейчас подняли обе ноги. Она увидела нечто такое, отчего у нее перехватило дыхание. В звуковом оформлении это прозвучало примерно так. А теперь обе ноги вверх и вниз, вверх и... Из 12 женских ног в настоящий момент болтавшиеся в воздухе на четырех области лодыжки были завязаны большие черные шнурки. Сирена немедленно постаралась овладеть с дыханием. В конце концов, она ведь была с вами и учителем йоги. Немного придя в себя, она сказала «Простите, а теперь обе ноги вверх и вниз, вверх и вниз». И осознание лихорадочное искало объяснение. Возможно, это какая-то новая мода, которую Бридни Спирс или еще кто-то из знаменитостей придумал в честь кого-то из умерших. Погодите-ка, маленькие шнурки носят люди, которые исповедуют кабалу. Все эти женщины просто кабалистки. Вот мой ответ. Сирена закончила урок спокойно и невозмутимо. Она утешала себя тем, что все эти женщины переодевались в одной комнате перед началом урока. И после него они, конечно же, должны были заметить эти шнурки. С вами Сварог знал, что Сирена кутит этих женщин йоги. Он знал, что она обязательно увидит их лодыжки во время поднятия ног, листойки на плечах и от ногами. Кем должен быть мужчина, чтобы повязывать с тем женщинам, с которыми он спит черные штуки. Нет, этому было какое-то другое объяснение. Сирена по-прежнему была влюблена и по-прежнему собиралась поведать с вами Сваропанаде о своих чувствах. Сразу после урока она заглянула в другие кабинеты и комнаты для занятий йогой, но нигде не нашла с вами Сваропануду. Сваропануду. Сирена направилась к его комнате и издалека услышала знакомое тяжелое дыхание с вами Сваропа, занимающийся утренней пранаямой. Она вошла без тока. Первое, что увидела Сирена, был черный шнурок. На лодыжке 19-летней премы, которая была интерном и работала в крошечном книжном магазине в бутике. Причем шнурок этот находился высоко над головой премы. С вами Свароп лежал на ней сверху на кровати, усердно работая и дышала по всем пранаямой. Поднял глаза, он увидел пристально смотревшую на него сирену с невероятным самобладанием, сохраняя медленное и ровно дыхание. Хоть руки ее тряслись, а сердце выскакивало из груди, она тихо закрыла за собой дверь, стараясь не потревожить никого в центре. Затем сирена проворно спустилась на цокольный этаж и проскользнула в женскую раздевалку. Там еще оставались три женщины, те три на ногах, у которых она видела, злополучный шелок. Было похоже, что они собирались уходить. «Хай, с вами», сказала худенькая 21-летняя девушка со светлой каштанными волосами и буйной растительностью того же цвета подмышками. Она как раз надевала пальто. Урок был замечательный. «Да, правда, замечательный», подхватила 35-летняя блондинка. Сейчас она была в деловом костюме и подкрашивала помадой губы перед зеркалом. «Спасибо, я тут просто...» «Вы не видели футболку с ленными рукавами. Кто-то позвонил и сказал, что забыл ее здесь. Все женщины, включая даму за 50, с возмутительной знаменитой накреченным телом, с готовностью начали искать. Сирена и сама пока точно не знала, что она собиралась сказать или сделать. Однако она точно знала, что должна сказать или сделать хоть что-то. Вау, как забавно во время урока я заметила, что у всех у вас молодышки черный шнурок. Вы все исповедуете о кабалу? Женщины переглянулись между собой и локово залыбались, думая о них красные шнурки, сказала девушка с волосатыми подмышками и все захихикали. А женщина за 50 вежливо пояснила. Собственно говоря, мы исповедуем культ другого рода. Неужели женщины снова переглянулись и промолчали? Все вдруг стали собирать свои вещи, суетливо готовясь как можно быстрее сбежать отсюда. Младинка в деловом костюме уже открыла дверь раздевалки, чтобы выйти. Не успев сообразить, что делает, сирена ударила ногой по двери и удержала ее своей поднятой правой ступной. Теперь черный шнурок на ее правой лодыжке оказался на всеобщем обозрении. При виде этого глаза у женщин округлились. Девушка с волосатыми подмышками указала на сирену, словно не веря своим глазам. Но мы же с вами, ошеломленно прошептала она, так же, как и с вами сварупа надо, крикнула в ответ сирена. Не понимаю, вы все знаете друг о друге и вам на это наплевать. Он что, напал на всех вас одновременно? И вы, девчонки, решили заняться групповухой? «С вами сварупа», спокойно сказала накачанная женщина. Начала приставать ко мне примерно шесть месяцев назад, кстати, в этой самой раздевалке. «Это мы проходили», подумала сирена, когда двадцати пяти однолетняя девушка захихикала и неожиданно выпалила то же самое. «Это мы проходили». «Как бы там ни было», продолжила накачанная сексапильная дама, «Когда он дал мне шнурок, я подумала, что это мило. Очень скоро я заметила, что у Джины тоже есть такой шнурок», сказала она, указывая на блондинку, а также курики, жест в сторону волосатых подмышек. Мне было все равно, потому что я замужем. Это так, для развлечения. Однажды все мы разговаривали об этом раздевалке и от души посмеялись. «Он такой горячий», сказала Рике, «И мы с радостью делим его». Делили горячий, он же с вами. На губах блондинки появилась озорная улыбка его духовности и заключается суть запретного плода. Это очень возбуждает, но вы и сами должны об этом знать. Мы же тоже с вами, так что получается это уже двойное нарушение табу? Двойное табу, да. Это суперсексуально, сказала Рике, на лице которой теперь читалось меньше скептицизма и больше зависти. Теперь уже все женщины смотрели на Сирену с завистью и на мгновение ей показалось. Они жалеют о том, что сами не побрили голову, не приняли обед безбрачия с условием носить оранжевую одежду только ради того, чтобы добавить порочности всей этой ситуации. получается, что вы составляете его гарем. Вы это хотите сказать? Негодованием спросила Сирена. Женщины улыбались, все по-разному, блондинка пожала плечами, но, думаю, вы теперь тоже в него входите. Сирена яростно замотала головой, наклонившись, она схватила шнурок у себя на лодыжке и потянула на него, за него. Потом потянула сильнее, он не поддавался. Просто поразительно, насколько крепким иногда может оказаться кусок веревки. Сирена рванул шнурок еще несколько раз, пока не поняла, что он вот-вот врежется ей в кожу. Она в отчаянии обвела взглядом комнату в поисках чего-нибудь острого и ничего не нашла. Есть тут, блин, у кого-то какой-нибудь долбанный ключ? Перешла на поразительный крик с вами Сирена. Блонинка быстро протянула ее связку ключей, взяв Сирена выбрала один и принялась пилеть шнурок на ноге. Женщины наблюдали за ней несколько встревоженно, а она тем временем пыталась эмансипироваться. Никакая ее не часть, никакого прахательного гарема, это все дерьмо собачье. И как только она сказала дерьмо собачье шнурок лопнул, Сирена тут же развернулась и пуля вылетела за дверь. Оставив женщину раздевалась. Она бегом поднялась по лестнице к спальне Свами Сварупанады, но там было пусто. Сирена вспомнила, что в это время он проводит урок медитации. Ох, да пошло оно все, подумала Насилина. Снова бегом спустилась по лестнице в комнате богини Кали, в индуизме богини-мать, и открыла дверь. Там старательно делали в духе выдохи три женщины и двое мужчин. Свами Сварупанада руководила этим процессом, читая мантру Ом. Сирена подошла и бросила в него свой шнурок. Он упал приятно перед ней и остался невидимым, в результате чего все это выглядело так, будто она со злостью просто взмахнула рукой в воздухе. Свами Сварупанада открыла глаза и в этот момент Сирена увидела, что из-под маски мощной духовности, которая всегда исходила мелькнул слабый проблеск страха. Она подняла шнурок и еще раз бросила с вами Сварупанаду. Шнурок снова упал прямо перед ней. С вами Сварупанада честно заморогала. А я любила тебя, ты знал об этом, я любила тебя. С вами Сварупанада поднялся на ноги, чтобы попробовать как-то предотвратить неизбежную катастрофу. Но Сирена уже развернулась и бросилась вон из комнаты. Она опять побежала вверх по лестнице, спарню с вами Сварупанаду. Войдя туда, Сирена открыла его шкаф и забрала все оранжевые одежды. Затем бегом спустилась на один пролет собственно комнату и схватив свое оранжевое облачение, добавила их в общую кучу. Она получилась большой и возвышалась чуть ли не на метр у Сирены над головой, так что она плохо видела дорогу. Однако ей все же удалось вынести одежду на улицу по каменным ступенькам и швырнув на тротуар. Все это время за ней следовало с вами Примананда, Примананда, самая грустная из всех с вами. С вами Дургананда, я прошу вас, вы зарабатываете себе плохую карму, вы слишком близко воспринимаете собственное эго. Поцелуй меня, мой оранжевый зад, лаконично парировала Сирена. К этому моменту с вами Сваруб вместе со своими чинниками уже стояла на крыльце и смотрела на Сирену. Она подняла глаза на с вами Сваруба и сказала «Да, все правильно, ты сжег свое желание во имя Бога». Затем она перевела взгляд на фургон центра, припаркованной неподалеку. На приборной доске сверху стоял знак священнослужителей. Цент Джайананда долго добивался у города, чтобы им предоставили статус духовенства и в Нью-Йорке такой значок очень помогал с парковкой. В качестве последнего акта протеста сирена, царапая руку, пролезла в полуоткрытое окно и едва не мови в локоть схватила этот знак, вытащила его наружу и поломала на мелкие кусочки, на глазах собравшейся на крыльце небольшой аудитории. Из тебя такой же служитель церкви, как из кого-нибудь, из какого-нибудь Говарда Плинстерна. Говард Алленстерн родился в 1954-м, американский теле- и радиоведущий, юморист, автор книг. Приговаривалась сирена, продолжая крушить, крушить и крушить. Потом она принялась приминать ногами кучу одежды, как будто старалась затоптать огонь. Вот так эффектно, впечатляюще, закончилась карьера сирены, в качестве с вами. Ученики вместе со с вами, сваропом, зашли в нутри, а с вами прямо Ананда попросила сирену немедленно собрать свои вещи и уйти, пока она не вызвала полицию. Сирена с радостью повиновалась. Тем временем в Австралии той ночью разница во времени сном дала себе знать. Я проснулась в 4 утра и перечитала колонку Фионы Хобарт-Ньюс. В этой статье она советовала одной читательнице пестовать себя. Ты должна была каждый вечер ложась спать мысленно обволакивать себя любовью. Мне хотелось убить Фиону. Там был указан электронный адрес, по которому можно было связаться с автором. И поскольку было 4 утра, а я была злой и язвительной, я решила ей написать. Получилось примерно следующее. Вы не находите, что несколько безответственно с вашей стороны говорить женщинам, что все, что им нужно делать, это любить себя и быть оптимисткой. И тогда любовь сама найдет их. А что если они живут там, где в буквальном смысле слова нет мужчин? Что если они стареющие, непривлекательные или страдают избыточным весом? Все, что им нужно, это любить себя, быть уверенными и наполненными радостью. И тогда обязательно появятся мужчины, которые их полюбят. Да неужели, что вы это гарантируете? Можно, когда нам будет по 80, мы позвоним вам и спросим, как сработала ваша схема. А если вы ошиблись, можно мы приедем и врежем вам по физиономии. Но это письмо я не отослала, я отослала другое. Вы не находите, что несколько безответственно с вашей стороны говорить женщинам, что все, что им нужно делать, это любить себя и быть оптимисткой. И тогда любовь сама их найдет. А что, если они живут там, где буквально в смысле слова нет мужчин? Вы правда думаете, что статистика реально положение тел не имеет никакого значения, и что все мы можем не зависеть от этой самой статистики, если будем сиять достаточно ярко? Затем я объяснила Фионе, что пишу книгу об одиноких женщинах, что я сама одинока, и что все это мне чрезвычайно интересно. В конце концов, снова до кровати я добралась около шести, когда я проснулась здесь, и нашла записку отеля. Она была внизу, пошла на завтрак, входящий в дом из номера, я встала и сразу проверила свой почтовый ящик, нашлось ли у мисс Фионе что-нибудь в ответ насказанное мной. Нашлось. Джулия, я бы предпочла поговорить с вами лично, если хотите, так мне намного проще будет объясниться. Могли бы вы предпринять большое путешествие на остров с вами, чтобы мы имели возможность поболтать. Что ж, это было жутко цивилизованно, интересно. Она всем недовольным читателям делает такие предложения. Может быть, Фиона относится к породе всеобщих угонников, которые все время переживают, чтобы на них никто не рассердился. А может, это из-за того, что я упомянула о том, что я из Нью-Йорка и пишу книгу. Похоже, это обстоятельство открывало для меня многие двери и спустилась на завтрак. Элис с ужасно гримасанной лицей сидела перед большим чашкой кофе. Я только что поработала беджемайт. Беджемайт фирменное название очень популярного в Австралии пастообразного пищевого продукта темно-коричневого цвета, представляющего собой экстракты овощей и дрожжей. Считается неотъемлемой частью диеты австралийца. Четыре дня я на него лишь смотрела, а сегодня решила, что пришла пора попробовать. Господи, на вкус эта штука полная задница. Она сделала большой глоток воды и добавила, как задница на дрожжах. И я налила себе чашку кофе. Элис, как ты смотришь на то, чтобы сегодня мотнуться со мной на засманию? И что и правда существует такое место? Совершенно серьезно спросила она. У американцев знаете, без географии не очень. Да, это реально место. Я хочу пообщаться там со мной с женщиной, которая пишет проблема знакомства в Австралии. Она в этом вопросе такая. в общем неунывающая. Элис внимательно посмотрела на меня. Элис внимательно посмотрела на меня. Неунывающая, говоришь, по поводу знакомств в Австралии. Театральным жестом она положила на стол кусочек тоста, который уже подняла. «Я должна увидеть это своими глазами». Те временем в штатах Джоди решила не сдаваться. Она все ищет новичков по части знакомств, и поэтому у нее было ощущение, что ей каким-то образом удастся победить за счет одной лишь силы, воли и разумно построенной стратегии. и она составила план. Первым шагом было позвонить своему и выяснить, сможет ли он в своем плотном графике встречать на те времена для того, чтобы поужинать с ней и в ее дом. Джоди знала, что он хороший парень, так что при необходимости она собиралась просто вызвать к его хорошим манерам. Она позвонила ему, готовясь к тому, что придется оставить голосовое сообщение. Но сын взял трубку. «Привет, Джоди, как-то тебе уже лучше?» «Ох, привет, сэм, да, мне лучше, прости, что так получилось. Я тут подумала, что хотела бы как-то компенсировать тебе нашу прошлую встречу. О, в этом нет необходимости. Ну, я сама этого хочу. И подумала, что ты мог бы прийти ко мне поужинать как-нибудь вечерком, когда мои дети будут у своего отца. Конечно, это было бы здорово. Кстати, у меня тут сорвались планы на субботний вечер. А ты будешь свободна в это время? Это будет просто замечательно. Как насчет восьми часов? Отлично! Джоди удовлетворенно улыбнулась и продиктовала Сэму свой адрес. Наступил субботний вечер и все шло согласно плану. Джоди готовила свою знаменитую курицу в Рислинге и по всей квартире витал аромат жареной птицы, сливок и трав. Моя подруга также купила цветов на сто долларов, взятых с кредитной карточки Дэйла и расставила их в самых заметных местах. Возле каждого букета Джоди как бы случайно оставила открытку от человека, который якобы прислал ей эти цветы, а также небрежно разбросала обрывки, ленты, упаковки, которых их принесли. Дыхание моей подруги пахло вином широ, шраз, и выглядела она грандиозно. Все было идеально. Дверь позвонили, и на пороге появился Сэм с крохотным букетиком бугал. «Привет!» По выражению у лица Джоди поняла, что он думает, она была красивее, чем запомнилась ему с последней встречи. «Вау, ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» Джоди проводила его в комнату, Сэм по сторонам. На мгновение в нем промелькнула неуверенность, которую Джоди отметила при их первой встрече. Ее план уже работал, она застала противника в рассплог. Джоди разобрал смущенную растерянность не хуже Джулия Робертс. «Ах ты, об этом это долгая история. Эти парни, знаешь, они порой слишком усердствуют. Впрочем, цветы красивые, правда? Они для коллег. Боже мой, но твой букет тоже очень красивый. Красивый, да вот я поставлю его в воду». Джоди взяла микроскопический букетик Сэма и поставила эти шесть умных роз в вазу. Она не могла предвидеть, что он тоже принесет ей цветы. Это было небольшим подарком небес. «Ну, как ты поживаешь? Хорошо? Очень занят, наверное, сказала Джоди и ставлю розы на барную стулку. Да, я действительно занят, но мне приятно здесь находиться. Я очень рада, что ты пришел. Трудно что-то планировать, когда у нас с тобой столько всего производит. Удивительно, что нам вообще удалось встретиться. Присаживайся, пожалуйста». Джоди махнула рукой в сторону высокого табурета, стоявшего в барной стойке в ее шикарной кухне. Сэм сел, куда ему было сказано, и моя подруга протянула ему пока уж разом. На этот раз он будет сидеть, когда она стоит. Пока душе она носила последние штрихи, украшая блюдо. Они оба смеялись над ее рассказом о тех ужасных неудачах, которые она в свое время терпела во время приготовления еды. До сих пор свидание проходило отлично. Потом Сэм рассказал об одном из своих сыновей. Это была довольно запутанная история о родителе одного из мальчиков, с которым его сын играл в одной команде в малой бейсбольной лиге. Но при этом она была занятной и рассказывал ее Сэм очень уверенно. Джорджия как раз смеялась, когда у нее зазвонил телефон, словно сработал часовой механизм. Он сейчас переключится на голосовую почту. Продолжай, пожалуйста. Короче, этот мужик начал сходить с ума, принялся в опеде возмущаться, а в руке у него было ворожено. Как раз в этот момент из автоответчика Джорджия раздался полный отчаяния мужской голос. Привет, Джорджия, это Хал. Просто хотел сказать тебе, что вчера я замечательно провел вечер. Надеюсь, скоро я увижу тебя снова. Как насчет среды? Свободно в среду? Я постоянно думаю. Лёдля, якобы вернулась к своему автоответчику. Прости, это просто. Я думала, что выключила его. Она разобралась с аппаратом, а зачем повернулась к Сэм? На ее щеках горел настоящий румянец стыда. Извини, продолжай, Сэм смотрел на нее немного удивленно. Вау, да, он тебя влюблен. Нет, это просто мы посмотрели спектакль, он вправду был веселый, и вообще все было здорово. Неважно, это не то. Так что же случилось с этим мороженым? Сэм встал со своего табурета и облокотился на стойку. Теперь он стоял по одну сторону, а Джорджия напротив под руку. Внезапно кухонная стойка показалась с Сэмом в большом столу, а он как будто находится на собеседовании по поводу приема на работу или на прослушивании на какую-то роль. Сэм нервно хохотнул. Ладно, в общем, тренер сказал ему, что если он не угомонится, то он навсегда выгонит его мальчишку из команды. И тогда этот мужик взял свой рожок мороженого и швырнул им тренера, как двухлетний ребенок. После этого уже его сын бросился к нему сказал. В этот момент автоответчик снова ушел и расстался в другой мужской голос, низкий, глубокий, с командными нотками, голос агента ЦРУ либо президента Соединенных Штатов. Привет, Джорджи, это Джорда. Мне очень понравилось, как мы с тобой тогда посидели за рюмочкой, и я надеюсь, что мы тоже разыграло удивление и раздражение. Прости, я, должно быть, отключила звонок вместо автоответчика. Так неудобно получилось. Она подошла к телефону и опять стала возиться с кнопкой. Теперь он выключен, полностью выключен, застенчиво, пробормотала Джорджи. Мне ужасно жаль, что так вышло. Все нормально, нет проблем, сказал Сэм. Но Джорджи заметила, что в этот момент он по-настоящему растерялся. Он даже не прокомментировал последнее послание на автоответчик, а она сама решила ничего не объяснять. Подумала, что даже лучше, если в воздухе квартира будет витать желание другого мужчины. Так что сказал его сын, любезно спросила Джорджи. Сэм, посмотрел на нее, потом снова на стол. Ничего, ничего не сказал. Ладно, в любом случае наш ужин уже готов. Они принялись за еду, но теперь все изменилось. Во-первых, Сэм начал смотреть на Джорджи по-настоящему. Женщины проводят кучу времени, гадая, как мужчины к ним относятся. Они анализируют имейлы, по-несколько раз прослушивают сообщения, оставленные на телефоне. А все, что нужно сделать, это просто обратить внимание на то, как он на тебя смотрит. Если мужчина смотрит так, будто боится оторвать взгляд из боязни, что ты можешь вдруг исчезнуть, значит перед тобой человек, которому ты реально нравишься. И сейчас Сэм смотрел на Джорджи именно так. В пабе он почти не встречался с невзглядом, а теперь буквально впился в ее глаза. Джорджи провернула трюк, которым брокеры и экономисты Солл-стрит отнеслись с благоговерно в трепет. На какой-то час она резко подняла стоимость своих акций, создав видимость повышенного спроса буквально из ничего. И теперь похоже могла начаться война предложений. Она заставила других поверить, что у нее есть долг, в отсутствие чего убеждала вся наша культура собственная ценность. А понадобилось для этого всего две сотни баксов на цветы да на телефонные звонки от одной пары геев, живущих на этой же лестничной клетке. Джорджи наблюдала за тем, как Сэн пытается произвести на нее впечатление своими шутками, нервно приглаживая рукой волос. Она мысленно улыбалась, когда он касался ее руки, чтобы подчеркнуть что-то или провожал ее глазами, когда она вставалась, чтобы принести еще вина. В конце свидания Сэн полет целоваться и тогда Джорджи сказала, что ему пора уходить. Вы можете спросить, княжка, не испытывала ли Джорджи угрызение совести по поводу того, что все это было ложным, что ей самой приходилось воспроизводить эту реальность, чтобы чувствовать себя увереннее. Не страдала ли она из-за того, что все это было не настоящее, из-за того, что она сама себе дарила цветы ради того, чтобы привлечь внимание к какому-то яйцеголового со среднего запада. Нет, все, что она ощущала в тот момент, была гордость. Джорджи четко видела реальность и отказывалась себя обманывать. Она была здравомыслящей и дальновидной. Она вовремя поняла, что власть переменилась, что сама появился новый взгляд на мир и приняла соответствующие меры. Джорджи сыграла здорово и считала, что по-хорошему ей вообще должна сдать за эту медаль. Женщинам постепенно, постоянно достается против них цифры статистики, против них время, и если единственный выход полностью сфабриковать свою личную жизнь для того, чтобы перепрыгнуть на следующий более высокий уровень в жестком и обширном списке чисто свиданий. Что ж, это правильно. Сэм позвонил Джорджи на следующий день. В его голосе чувствовалась нервозность. Наверное, он думал о том, ответит ли вообще на его звонок сексапильное востребованное Джорджи. Привет, Джорджи, это Сэм. Привет, Сэм. Тепло откликнулось Джорджи. Лично сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал бодро, но не слишком заинтересован. Послушай, я просто хотела тебе сказать, что вчера классно провел с тобой время и надеясь, что в ближайшее время мы увидим тебя снова. Джорджи уже спланировала, что будет делать, когда прозвучит этот звонок. О том, что он прозвучит, она не сомневалась. Послушай, Сэм, вчера мне тоже было очень хорошо. Но я только что положила трубку, разговаривала с Хэмом, и мы с ним решили, что будем встречаться. Сэм прокашлялся. А, окей, вау, что ж, я по-настоящему расстроен, не буду лгать. Я благодарю, что ты прямо сказала мне об этом. Джорджи знала, что это рискованное решение. Она отшивала единственного перспективного кандидата, который у нее был. А мы, как я уже объясняла, обожаем перспективных кандидатов для встречи. Но в конце дня Джорджи захотелось побыть с кем-то, кому не нужно было ничего доказывать, кому не нужно было погулять, кому не нужна была конкуренция, чтобы занять ценность, самой Джорджи. К тому же, цветы на самом деле очень дорого стоят. К большому сожалению, Сирена впустила свою квартиру, а этого в Нью-Йорке не следует делать никому. даже если речь идет о переезде, свадьбе или рождении ребенка. От квартиры можно отказаться, разве что, если вы умерли. Но и в этом случае все равно попытайтесь этого не делать. А Сирена сделала. Так что теперь она была и без волос, и без крыши на голову. Поскольку свою квартиру я сдала в Субаренду, а на гостиницу денег у Сирены не было, она просто не знала, что делать. Поэтому она позвонила единственному человеку, способному поднять депрессию, в который она уже готова была погрузиться. Она позвонила Рубе и спросила, нельзя ли перекантоваться у нее. Рубе есть Рубе. И она немедленно согласилась. Когда я узнала случившееся из полученного СМС, я подумала, что возможно лучше всего организовать телефонный разговор в режиме конференции. Я даже попросила Джорджи проследить за тем, чтобы Сирена и Рубе поладили. Иногда я волнуюсь по поводу таких вещей. Мои с Элис по-прежнему были сильные, собирали вещи перед поездкой с мамой. Рубе сидела за столом у себя в гостиной вместе с Сиреной и Джорджи. Они все расположились перед телефоном, включенным на громкую связь, когда я возмущенная с недоверием кричала в микрофон. Мужик, который по идее не должен был заниматься сексом, ни с кем спал по меньшей мере с пятью разными женщинами, которые были рады и счастливы делить его между собой. Они все были рады и счастливы делить его. крикнула мне в ответ Сирена. Джорджи с осуждением произнесла, «Вау, мужчина, давший обед безбрачия, имеет целое гаремо на сталканье света. Может быть, им из гуманных соображений следовало бы применить к нам этназию?» сказала Руби, словно подумав слов. «Все дружно ухнули, даже я на другом конце линии. Что?» сказала я, «Надеюсь, что из-за расстояния я что-то не так поняла». «Я серьезно, как ни в чем не было?» продолжала Руби. «Как с собаками?» «Может быть, к какому-то головному офису нужно начать умиршлять женщин, у которых сварли в характер, не идеальное здоровье, плохие зубы или еще что-то, чтобы у хороших кондитатов было больше шанса найти себе подходящего кавалера?» Мы все изумленно притихли. Было ясно, что обстановка приюта для животных начала доставать Руби. Наконец, Сирена спросила, «Так, что у тебя?» «Так это у тебя я решила пожить, чтобы ты меня подбодрила?» Джорджи сказал, «Руби, я знаю тебя не очень хорошо, так что прости, если я что-то скажу не так, но если ты сию же минуту не возьмешь телефон и не откажешься от своего волонтерства, я тебе по роже заеду. Серьезно, Руби, ничего хуже этого еще не слышала?» Подхватила я. Джорджи принялся хохотать, «Поверить не могу, что ты на самом деле сказала такое!» Сирена захихикала, «Ты, по сути, предложила, чтобы город начал нас вытравливать!» Руби уронила голову на стол и тоже завелась смехом. До нее начала доходить, насколько далеко она зашла. «Боже мой, а ведь я по-прежнему вроде как верю в это!» у меня просто крыша поехала. Мы с Элис сидели в своем отеле в Астрале и слушали, как они такие умирали. Там умирает сосны. Джорджи решительно взяла свою мобильную. «Давай мне номер этого твоего приюта прямо сейчас!» Руби сделала, что ей было велено. Джорджи набрала номер и сунула трубку Руби. Та начала говорить, «Алло, это Рубик Карцен. Я работала с волонтером. Я хотела вам сказать, что я больше не приду. Это очень плохо влияет на мою психику. Спасибо!» Она быстро нажала отбой, а сирена с Джорджи разродились овациями. «Не было плохо слышно!» Рубик бросила свою волонтерскую работу, спросила с другой конца света. «Да, да, бросила!» сказала Джорджи. «Теперь нам нужно найти работу с сиреней, и план на сегодняшний вечер будет выполнен. А ты не можешь вернуться на свою прежнюю работу?» У той кинозвезды спросила Элис. Сирена пожала плечами. «Я уверена, что они уже взяли кого-то на моем место». «Но сирена резко вступила...» «Но сирена резко вступила на своем конца линии. Судя по тому, что ты мне говорила, они очень милые люди, и тебе они, похоже, тоже очень нравились». «Это правда», сказала сирена в телефон. «Я даже скучала по ним немного. Джоанна действительно была камня добра, и Роберт тоже приятный человек. Джорджи снова вынула свой мобильный. «Позвони им и все выясни, какой у них номер». Сирена заколебалась. «Я тебя умоляю», воскликнула Джорджи. «Собираюсь я продавать его журналу Питл. Я просто пытаюсь найти тебе работу». Сирена протектовала номер. Роджи набрала его и протянула телефон сирене. «Алло, Джоанна, это сирена». Все внимательно следили за выражением лица сирены, пока она слушала, что ей говорят в трубку. Глаза ее загорелись. «Ну, собственно говоря, странно, что вы об этом спрашиваете? У меня на самом деле не сложилось с работой в йоговском центре. Вот я подумала, может быть, вы правда? Ох, вау, класс! Да, я приеду завтра, мы сможем обо всем поговорить. Окей, до встречи!» Сирена захлопнула мобильную Джорджи. Она выглядела озадаченно. Они никого не взяли. Джорджи захлопала в ладоши и воскликнула. «Замечательно!» «Это да», сказала сирена. «Но я не знаю, голос у нее был какой-то печаль». «Что?» переспросила я, потому что у меня в трубке стал пропадать звук. Сирена нагнулась к самому телефону и повторила громче. У нее был грустный голос. Тем временем в Австралии полет на Тасманию длился всего потратиться. Я представляла ее себе диким островом, где повсюду скатят кенгуру и где местные племена аборигенов будут приветствовать звуками своих диджериду. Музыкальный духовой инструмент, представляющий собой длинную, около двух метров, деревянную или бамбуквую трубу. Адако Хобарт, столица Тасмании, оказался вполне цивилизованным местом. Это причудливый городок в колониальном стиле на берегу живописной гавани. Вдоль улиц выстроились невысокие дома из песчаника, превратившиеся в пабы и магазины. Как ни печально, но я заметила там даже экспресс-кафе «Сабвейт». Сейф ресторанов быстрого питания, крупнейшее по количеству точек препятствий общественного питания в мире. Как ни печально, но я заметила там даже экспресс-кафе «Сабвейт». Перед вылетом из Сиднея я написала Фионе на электронную почту, предупредив, что мы летим. Она очень мило предложила встретиться с нами в местном баде, чтобы поговорить. Я по-прежнему подозревала, что у нее был какой-то план. Как человек из Нью-Йорка я не могла допустить, что она делает это просто из любезности. Нужно признаться, настроение у меня было не очень хорошее. Одно дело читать всяко-берстые статистики и совсем другое наблюдать ее в реальности в виде мужиков, которые смотрят поверх твоей головы, женщин, которые считают, что после 35-ти их время уже прошло, до молодых парней, которые подыскивают подружек, делят свой возраст пополам и прибавляют 4. В Нью-Йорке нет большой разницы между тем, как ведут себя 25-летние и 35-летние. В Нью-Йорке, если тебе под 40, ты можешь постоянно так здорово проводить время, что даже не расстроишься, получив приглашение на встречу на классниках по поводу 20-летия выпуска в своей родной средней школе. Но все дни защитная оболочка моего самообмана лопнула. Впервые в жизни я почувствовала себя старой. Мы встретились в расположенном у порта ирландском пабе с лидной деревянной стойкой и ирландской вывеской торговец рыбы. Не успели мы войти, как услышали. А это должно быть наши нью-йоркские девушки. К нам направлялась женщина с распростертыми руками и широкая улыбка на лице. Я ее себе такое представляла. Круглое, открытое лицо, бледное, как у всех британцев, кожа. Волосы редкие, светло-каштановые, завязанные сзади в конский хвост. Смотреть на нее было очень приятно, обаятельное, доброжелательное, немного невзрачное. Фиона обратила нас с головы до ног. Вы обе выглядите просто грандиозно. Я тут же почувствовала угрозение совести из-за того, что назвала ее про себя невзрачной. Фиона проводила нас к бару. Проходите сюда. А сужу вы добрались до Хобарта. Вам непременно нужно выпить по пинте пива. Вы когда-нибудь пили, Джеймс, Буап? Нет, сказала я. Я вообще не очень люблю пиво. Я тоже, сказала Элис. Но вы должны хотя бы попробовать. Вы находитесь в порту, и мы не можем допустить, чтобы вы сидели тут и потягивали вину. Верно? Мы с Элис подумали. Можете, можете. Почему нет? А Фиона тем временем направилась к стойке и заказала нам по пиву. Подождав, пока его нальют, она расплатилась и принесла нам по бокалу. А теперь признайтесь, вы считаете меня полной идиоткой за то, что я пишу такие вещи? И приехали сюда, чтобы сказать не об этом? Тогда давайте, можете приступать. Она была такой сердечной и открытой, что у меня язык не поворачивался. наезжать на нее. Я приехала сюда не для того, чтобы накричать на вас, просто я кажусь вам слишком жизнерадостной и слащавой. Просто когда вы советуете женщинам любить себя, и тогда они найдут свою любовь, мне кажется, что это, ну не знаю, похоже на ложь, оставила Элис. С точки зрения статистики это невозможно. Даже если мы все начнем выходить замуж со всяких гомиков по количеству все равно не сходится, Фиона восприняла эту критику спокойно. Статистика штука очень интересная. Вы слышали, что у нас кто-то предложил предоставить мужикам вологовые льготы, лишь бы они оставались жить в Астрале. Это еще что за фигня? Да, здешние мужики возомнили, что они прямо-таки божий дар? Фиона помахала двум женщинам, которые только что зашли в бар. Кэти, Джейн, мы здесь. Она снова селест. Попробуйте вытащить тасманица на свидание. Это все равно, что заставить коала бегать на переконки. Подошли Кэти и Джейн, Фиона расцеловалась с ними в обещеке и представила нас все. Я тут как раз рассказываю о том, что на Тасмании не ходят на свидание. Здесь не существует такого понятия. Джейн и Кэти понимающие загибают. Ну хорошо, а что вы тогда делаете вместо этого, спросила своя напрягованная Элис. Фиона сделала кладу пива и усмехнулась. Ну мы идем в паб, напиваемся, падаем друг на друга и надеемся на лучшее. Ситуация катастрофическая, честно. Мы все рассмеялись, фиона продолжала махать рукой к новым посетителям и целоваться с ними. Каждого человека она приветствовала с каким-то особым вниманием, причем похоже, делала это искренне. Я начала понимать, что перед нами человек, которого Господь в избытке наградил серотонином и жизнерадостным характером. Вы поняли. Короче, счастливый человек. И это правда. Я действительно говорю с вами читательницам, что если вы просто любите жизнь, и эта любовь вас переполняет, вы становитесь неотразимы. Мужчинам просто некуда деваться, и они неминуемо появляются на горизонте. Я не могла не возразить. На самом деле это совсем не так. Я знаю десятки одиноких женщин, фантастических, морально готовых к отношениям чарующих, блестящих, и все они не могут найти себе парней. И все они не слишком-то нетребовательны, и не ожидает чего-то нереального, подключилась Эльс. Она всегда найдет лазейку, чтобы оставить слово. Народу все пребывало, музыка заиграла громче, так что Феоне пришлось уже практически кричать. Пока что, переспросила я, они пока не нашли себе парней. Для них еще не все потеряно, верно? Верно, но на сегодняшний день реальность именно такова, а завтра все может измениться. Именно об этом я думал, завтра все может измениться. Тут, как по заказу, к Феоне подошел парень в футболке и длинных шортах портового обручика, поздоровался с ним. Она тепло ответила на его приветствие и поцеловала его в щеку. Это Эрол. Мы с ним запали друг на друга в прошлом лете, пробыли вместе целые три недели, так? Эрол застенчиво улыбнулся, Феона шутев посчитала его за ухо. Он действительно повел себя со мной по-сфински. Верно, Эрол? Я был полным придурком. Это правда, подтвердил. Он ушел. А теперь скажите мне, Джулия, что я должна говорить людям? Как вы считаете? Во что мы должны верить? На прожелательном тоне спросила мне Феона. И снова тот же вопрос. Во что верю я сама? Я глядела бар, многие мужчины и женщины, в основном женщины. И все женщины выглядят так, будто стараются понравиться, гораздо больше, чем мужчины. Возможно, то, что жизнь несправедлива, сказала я, что не всем гарантированно выиграть в лотерею или иметь отменное здоровье или лазить с родственниками. Не всем гарантированно найти человека, который полюбит тебя. Я разошлась. Возможно, тогда мы начнем иначе относиться к жизни, к жизни, которая не обернется трагедией, даже если вы так и не встретите свою любовь. Чего, но ненадолго задумалась. Прошу прощения, леди. Если я скажу это своим читательницам, то на меня ляжет ответственность за первое массовое самоубийство в истории Австралии. И на поверхности Тасманова моря лицом вниз будут плавать трупы сотен девушек. Мы с Элис переглянулись. Это прозвучало слишком уж мрачно даже для нас. К тому же я считаю, что это противоречит человеческой натуре, сказала Фиона. Мы все хотим любить и быть любимыми. Такое, такого порядка вещей. Так это все-таки человеческая натура или Голливуд? спросила Элис. На маленькой сцене в дальнем конце зала соиграли музыканты. Это была чрезвычайно энергичная ирландская группа. И у Динс-Кора площадка для танца была заполнена скачущим на месте под выбившими белыми людьми. Я озвучила свои мысли. Может быть, наша натура проявляется в том, чтобы находиться в обществе? Это, похоже, единственное, что помогает все выдержать. И определенно действует в карата больше степени, чем рак. И Фиона стала очень серьезной. Она встала и, положив руки на мое плечо, посмотрела прямо в лицо. Я должна это сказать и говорю это искренне от всего сердца. Вы обе эффектные женщины. Умные, веселые и сексуальные. Думать, что вы до конца дней останетесь без любви полный бред. Это просто невозможно. Вы обе богини. Я знаю, вы не хотите мне верить, но это правда. Красивая, сексапельная богиня. И вы даже на мгновение не должны допускать, что у вас в жизни не будет столько счастья, сколько вы сможете вынести. С этими словами Фиона отвернулась, чтобы взять еще пиво. На глаза мне стали наворачиваться слезы. Элис повернулась ко мне. У нее глаза тоже были на мокром месте. Она таки хороша, эта дама принимает. Музыка и пляски стали еще более бурными. И Элис, схватив меня за руку, потянулась, за собой на площадку для танца, чтобы попрыгать вместе со всем. За нами потянулась и Фиона вместе с десятком своих лучших подруг. Я видела, как она хохочет, хлудится и распевает какие-то любовные стихи, которые я не могла разобрать. Что бы я там ни говорила, сколько бы ни умничала, я прекрасно видела, что Фиона счастливее меня. Она сделала себе прививку против яда статистики, которая всю неделю тяжким грозом давила на меня. Глядя, какие лицо потеет и начинает светиться, когда она смеется, я вынуждена была это признать. Фиона относилась к тому, чеку людей, с которыми каждому приятно находиться рядом. По большому счету, все естественно. Люди позитивные и оптимистичные, всегда более привлекательные, чем хмурые пессимисты. Элиса обняла меня, стала напевать слова песни, которые мы не могли разобрать. Дети мои фла-фла-фла, крошка ба-ба-ба-эк. Фиона танцевала с Эролом, Кэти и Джейм и смешила их. Когда пытались демонстрировать шаг, как в хип-хопе, Элис громко крикнула мне в ухо, она мне нравится, крутая тетка. В этот момент на площадке появился красивый, суровый видом парень, который проталкивался через толпу, направляясь прямо к Фионе. Увидев его, она обвела его руками за шею и гребко поцеловала губы. Стоя в обнимку, они в нескольком времени о чем-то говорили. Затем он направился к бару, а она, заметив любопытство на наших лицах, подошла, чтобы все объяснить. Мы познакомились всего несколько недель назад. Его зовут Джордж, у меня от него крышу сносят. Он всю жизнь прожил в Хобарте, но мы положили глаз друг на друга только в прошлом месяце. Разве это не поразительно? Мы с Элис смущенно смотрели на ее. Так вы не собирались нам о нем рассказывать, уделенно спросила я. Еще она, пожалуй, плечами усмехнулась. Вы ведь, наверное, тоже ненавидите женщин, которые считают, будто знают все, только потому, что им удалось встретить хорошего парня. «Да я бы скорее умерла, чем позволила вам подумать, что я из таких». Я посмотрела на Фиону, я была под впечатлением. В ее арсенале был неоспоримый аргумент, а она им не воспользовалась. Она намеренно не стала разыгрывать карту, «Ладно, вы сами посмотрите, как это сработало со мной». Фиона хотела, чтобы я не чувствовала, что моя точка зрения менее ценно, чем ее, только потому, что у нее есть бойфренд, а у меня нет. Вот это действительно понимала ее на уровень богини. А я получила еще один важный урок. Когда ты наконец-то влюбишься, никогда не задавайся по этому поводу. Возвращаясь на такси в аэропорт Хобарта, я не переставала думать о Фионе. С моей стороны было бы нечестно не признать, что она в определенном смысле права. Она излучала свет настолько яркий, что для нее в Хобарте словно ниоткуда появился мужчина. Означает ли это, что я поверила в то, что такое случится в каждом, кто будет вести себя, как она? Нет. Стану ли я теперь думать, что любовь в этой жизни гарантирована любому? Нет. Заставит ли это меня с тех пор считать, что статистику нужно игнорировать и просто следить за тем, чтобы быть очаровательной? Тоже нет. Но вот чему не научилась у Фионы и вообще у всей Австралии в том, что касается статистики одиноких женщин. Для того, чтобы нормально жить, 100% человеческих существ нуждаются в надежде. И если какая-то статистика эту надежду у вас отбирает, вам ее знать не обязательно. А еще как можно чаще отправляйтесь в путешествие туда, где, как вам известно, умеется много мужчин. Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы попытаться увеличить свои шансы. Поступило время Элис улетать в Нью-Йорк. Я сидела в нашем гостиничном номере в Сидне, смотрела, как она пакует свои вещи и чувствовала, как меня начинает переполнять тоска по дому. Я скучала по своей постели, по своим друзьям, по родному городу. К тому же Сидне приводил меня в замешательство. Чем дальше я уходила от Фионы и ее сияние, тем в большей степени надежды она лучше покидала меня. И я приняла решение. Все, я тоже лечу обратно. Приеду домой, вернусь на работу, отработаю свой аванс и покончу со всем этим. Не могу больше этим заниматься. Элис села на кровать, соображая, что ей нужно на это ответить. Мне жаль, что у тебя появились такие мысли. Но я думаю, что для тебя было полезно попутешествовать. Ты всегда была такой ответственной, когда занималась сидячей работой в офисе. Для тебя хорошо не знать, что произойдет дальше. По мне, так это было значительно. Я чувствовала себя невыносимо одинокой. Я просто очень напугана. Элис, понимаю, щеки мула, я тоже. Но я не думаю, что тебе уже пора возвращаться домой. Не думаю, и все. Когда я провожала Элис такси, она сказала, почему бы тебе не отправиться в Индию? Говорят, что там каждый испытывает своего рода духовное пробуждение. Сирена утверждала то же самое. Я подумаю над этим. Когда машина уже тронулась, Элис крикнула в окно. Не останавливайся, Джулия, ты еще не сказала своего последнего слова. Я смотрела вслед отъезжающего такси, и у меня вновь охватило ощущение невыносимого одиночества. Зачем я заставляю себя проходить через все это? И почему Томас мне так и не позвонил? Эта мыс была для меня не новой, начиная с путешествия в Италию. Я думала об этом каждый день, потому что, как я, наверное, уже говорила вам раньше, я создание чувствительное. И если у нас женщина появляется с кем-то внутренняя связь, это, блин, тяжело отпустить. Хорошая же новость заключалась в том, что я сама ему ни разу не позвонила. Слава Богу! И еще раз слава Богу! Потому что существует правило, когда ты одна, правило, которое я постигала, очень тяжело. И чтобы его усвоить, не нужно было путешествовать по всему миру. Не звони ему! Не звони ему! Не звони ему! И потом, когда ты уже считаешь, что у тебя есть железный повод ему позвонить, все равно не звони ему. А я в данный момент там как раз серьезно задумалась над тем, чтобы все-таки позвонить Томасу. И в этот миг мой телефон зазвонил. Я ответила и услышала в трубке приятный мужской голос с французским акцентом. Это Джулиат спросил он. Да, это я, сказала я, еще не веря своим ушам. Это Томас. Мое сердце рванулось с места в карьер. Ох, вау, Томас, вау, как поживаешь. Спасибо, хорошо, ты где? В Сингапуре, в Тимбуктуру, я в Сиднее, Австралия, замечательно, в Бали, со всем рядом. В Бали, переспросила я, нервно переступая, Стангина, да, мне необходимо побывать там в покое, каким делам. Почему бы тебе не встретить меня? Мое сердце замерло, пропустил очередной удар. Я не знала, что теперь голос Томаса звучал гораздо более серьезно. Джулия, я дал себе за рог, если я смогу прожить три дня без того, чтобы не думать о тебе, чтобы не захотеть, схватить трубку и спросить, когда я смогу увидеть тебя, я не позвоню тебе никогда. Так вот, я не выдержал даже одного дня. Для меня было настоящим шоком слышать, как кто-то говорит мне такое, особенно здесь в Сиднее, где моя самооценка рухнула и где батарейки моего внутреннего света дожигали свои последние ваты. Джулия, пожалуйста, не заставляй себя упрашивать, просто встретить меня на Бали. Я кинула взглядом сильной скулгавань и подумала о статистике, какова была вероятность того, что красивый француз вдруг захочет увидеться со мной на Бали. Каковы были шансы того, что это событие может произойти? И каковы шансы, что это когда-нибудь случится снова? А как же его жена? Я так и спросила, а как же твоя жена? Она знает, что я лечу на Бали, а об остальном она не спрашивает. И я сказала да. Потому что в тех редких случаях, когда теория вероятности срабатывает в твою пользу, как можно ответить нет? Правило семь. Признайте, что порой вы испытываете отчаяние, я никому не скажу. Когда Элис вернулась в Нью-Йорк, это был уже другой человек, сильный что-то сделал с ней, она была напугана. Хотя Фиона произвела на нее сильное впечатление, воздействие это длилось недолго. когда Элис вспоминала о последних шести месяцах об Австралии и о мужчине, который не захотел с ней танцевать, она вынуждена признаться себе. Она вынуждена была признаться себе. Это черт знает, что такое. Элис, которая может все, старалась изо всех сил, отдавалась этому вся без остатка. Однако сейчас ей было невыносимо даже думать о том, чтобы когда-нибудь пойти на следующее свидание. Она была с Джимом и это так успокаивало ее, что граничило с иступлением. Любила ли она его? Нет. Был ли он мужчиной ее мечты? Абсолютно нет. Но она ценила его до такой степени, что это была уже почти влюбленность, почти так, как если бы он был мужчиной ее снов. Таким образом Элис, наша живолосая супергероиня Элис со Стейтен Алленда уже готова была остановиться и степениться. Не вернуться в суд это было исключено, а просто успокоиться. Воображение она на миг увидела свое будущее без Джима и это по-настоящему напугало ее. Элис шла по встрече с Джимом первый раз после возвращения Сидле и размышляла обо всем этом. Она завернула за угол и увидела его за стеклом и увидела его за стеклом в метрине маленького недорогого бара. Сохо таких больше не осталось. Джим разумеется пришел вовремя. Увидев Элис в окно он заулыбался и помахал ей рукой. Она тоже улыбнулась и помахала ему в ответ. Сразу вскоре в шаг в шаг настолько, что на ходе практически перешла на голову. Она горячо похватила Джима руками за шею и крепко поцеловала его в губы. Он удивленно рассмеялся и тоже обомнил ее. Когда они наконец опустили друг друга, Элис посмотрела на него предельно серьезно. «Давай поженимся», прошептала она. Джим немного отодвинулся и прижал палец к ее губам и заглянул ей в глаза. «Да это серьезно?» Его голос охрип от потрясения и возбуждения. «Абсолютно», сказала Элис в лес. Она крепко обняла Джима, словно решила не отпускать его никогда. Он приподнял ее и закружил прямо в баре, а она смеялась и прятала лицо у него на шее. Но что из того, что она представляла себе все это совсем иначе? Конечно, не было кольца, он не официального предложения, наоборот, она сама предложила пожениться. Однако Джима тоже подхватил ее на руки, дав понять, что чувствует себя самым счастливым человеком на планете. Смеясь и кружась в воздухе посредь бара, Элис думала, я действительно люблю его, люблю. По дороге на Бали, когда это произошло, я была в самолете, летящем, летевшем из Токи в Ден-Пасар, остров Бали. Я пребывала в сладком лекса миловом сне. Вдруг проснулась, я сидела возле парохода, шторка на окне в моем ряду, кресел была поднята, так что мне была видна абсолютная тьма за ботом. Когда я проснулась, что-то в этой черной безнии снаружи заставило мое сердце тревожно забиться, забиться очень часто. Мое дыхание стало прерывистым, грудь тяжело поднималась и опускалась при каждом дыхе. Я начала судорожно хватать воздух ртом, будто задыхаясь. Мой сосед, невысокий, плотный, тридцатилетний мужчина азиатской межности, спокойно спал. Маленькое синий одеяло укрывало до самого подбородка, а голова прислонилась к стеклу чернеющего иллюминатора. Этот бедняга и не подозревал, что рядом с ним расположилась сумасшедшая дама. Я огляделась по сторонам, все крепко спали. Я представила себе, каково будет им проснуться, тикого крика американки, вопящие на пределе своих легких. Я наклонилась вперед, уперлась локтями в бедра, схватилась руками за голову и попыталась выровнять дыхание. Но мне казалось, что окружающая кромешная тьма поглотила меня целиком. У меня на глазах выступили слезы, и я начала отчаянно бороться с собой, пытаясь сдержать их. Конечно, я сдерживала рыдания, потому что не хотела беспокоить остальных пассажиров, пугать стюардесс, ставить себя неловко положение или устраивать сцену. Но была и более тщеславная причина, по которой мне не хотелось лить слезы. Когда я плачу, даже если это всего несколько слезинок, мои глаза опухают, как два пакета с воздушной кукурузой, под ними мгновенно появляются черные, как смолькруги, которые доходят чуть ли не до нижней челюсти. Главным образом я переживала потому, что в аэропорту Ден-Пасар должна была встретиться с Томасом, и мне хотелось выглядеть эффектно. Вот я и призналась. Интересно, подумала я, можно ли плакать без звука и без слез. Несколько секунд я пыталась исполнить это, кривясь беззвучных рыданий и часто моргая, чтобы не дать скатиться слезам. Боюсь даже представить, как это выглядело со стороны. Конечно же, это не сработало, потому что приступ паники был в разгаре, и я не могла себя контролировать. Я заплакала. Я плакала из-за того, что у меня снова паническая атака, а также из-за того, что теперь я буду ужасно выглядеть. Лететь оставалось минут тридцать, скоро мы начнем снижаться, не нужно будет пристегнуть дни. Поэтому я решила пойти в туалет, где, по крайней мере, могла сходить с ума в уединении. Мне удалось взять себя в руки в достаточной степени, чтобы пройти по проходу мимо всех этих спящих мужчин, женщин, подробков, детей. Я старалась двигаться как можно быстрее и проворно спряталась в туалете. Там я села на крышку унитаза и сдала первое всхлипывание, а потом продолжила. Я как можно тише сработал мой инстинкт в самосохранении. Я ведь не хотела международных скандалов и раскачивалась на сиденье унитаза вперед и назад, обхватив себя руками, словно убаюкивая беспокойное дитя. Потом, упав духом, я схватила себя за волосы. В какой-то момент я подняла глаза на свое отражение в зеркало и увидела там лицо напоминающее столетнюю черепаху. Тут я заплакала и все сильнее, чувствовала себя потерянной, подвешенной в пространстве посреди вселенской темноты. Я уже не знала, куда двигаюсь и что делаю с Томасом, с любовью по своей жизни, просто чувствовала, что катастрофа не винула. я плеснула себе в лицо холодной воды. Это никогда не помогает вообще. Почему же люди советуют это делать? По радио объявили, что мы идем на посадку, что нужно занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Поэтому я выпрямилась у рукам и приказала себе успокоиться. Закрыв глаза, я сконцентрировалась на том, чтобы постепенно успокоить свое дыхание до нормального. Я начала расслабляться. Через минуту я была уже в полном порядке, как будто ничего не случилось. Я прошла к своему месту и спокойно опустилась в кресло. Глядя на уютно посапывающего соседа, я чувствовала себя победительницей. Да, у меня был приступ паники, но на этот раз никто этого не заметил. Не удалось ограничить его туалетной комнатой. Я понимала, что выгляжу жутко и что косметика в любых количествах не в силах этого изменить. Но на данный момент все в принципе было не так уж плохо. В подобных ситуациях, когда встречаешься с кем-то, кого давно не видел и ставки при этом возможно достаточно высоки, когда ощущаешь нервозность и не знаешь чего тебя ожидать, думаю, главное в первый же момент поймать взгляд этого человека. Именно в этот миг ты четко сознаешь, что ты чувствуешь по отношению к нему и как пройдет время, которое вы проведете вместе. Я ждала багаж и всклинула на часы на стене. Была полночь, меня окружала масса усталых туристов, ожидавших свои чемоданы, и масса туристов, таксистов, которые терлись между нами, между ними. Надеюсь поймать клиента, чтобы заработать. И тут я увидела его. Он стоял чуть в стороне от остальных, на нем была коричневая футболка и джинс. Помахал мне рукой, а его синие глаза сияли. Он улыбался не слишком широко, как раз в меру достаточно, чтобы я видела, как он рад меня видеть. В одно мгновение я бросилась к нему и обняла его. Он обвел меня руками и сжимал целуя мои волосы. Так мы стояли, обнимая друг друга, целуясь и счастливо улыбаясь. Со стороны мы должны были выглядеть, как самые пылкие из любовника. Он взял мое лицо в свои ладони и пристально посмотрел на меня, а теперь рассказывал, как прошел полет. Глядя прямо в его глаза, я солкала. Замечательно, не было никаких проблем. Он внимательно изучил мое лицо и сказал, неужели выглядишь ты так, как будто плакала. Я оторвалась от него и неловко потупила взгляд и снова солгала. Нет, все было хорошо, правда, просто я устала. Томас в упор посмотрел на меня и улыбнулся. Окей, я сделаю вид, что поверил тебе, а теперь давай сматываться отсюда. В отель мы добрались около двух ночей. Портье провел нас по узкой дорожке вымощенной камней. Когда он открыл перед нами двери наших апартаментов, я оказывала дом и заказала для нас громадную виллу, которая была вдвое больше моей квартиры. Стены были отделаны каким-то блестящим светло-коричневым деревом, а бамбуковый потолок конусом устремлялся вверх, сходясь в одной точке, где-то очень высоко у нас над головой. Там были мраморные полы и огромная кровать, с которой открывался вид на уединенный балкон. Окна с одной стороны виллы выходили на бескрайние рисовые поля. Зрелище было изумительное, даже ночью. Тут так красиво, глаза мне верятся, я запнулась. Никто никогда не приводил меня в такое чудесное место, никто никогда не мог позволить себе привезти меня в такое место. Я повернулась к Томасу и с восхищением посмотрела на него. Он обнял меня и поцеловал. Как же мне описать то, что произошло потом? Окей, скажем так, иногда случается, что после долгих лет движения по инерции в одиночку, когда вы стараетесь выжимать лучшее, из худшего и не вешать нос, беса пора и дают вам награду, крошечный приз на вашу нелегкую работу. Жизнь позволяет вам попробовать, насколько восхитительно все может быть. Вы не знаете, сколько это будет длиться, да вам на самом деле это не важно, потому что вы знаете другое. в данный момент вы натолкнулись на маленький пруд чистого счастья и ни минуты не собираетесь тратить на мысли о том, когда вам нужно будет из него выбираться. Я хочу сказать, что последующие восемь дней мы с Томасом не выходили из отеля, мы практически не покидали номер, а если и выбирались оттуда, то есть крутить это для того, чтобы поесть. Я и не припомню, когда со мной было такое в последний раз. По правде говоря, бойфренды у меня появляются нечасто. Я хожу на свидание, у меня бывает намолетное увлечение, разные ситуации, но у меня нет мужчин, сменяющих друг друга, которых бы я таскала за собой как своих бойфрендов, а затем расставшись с ними по той или иной причине, говорила бы своим подругам, о чем я только думала. К сожалению, я думала, и мужчины тоже это знают. Никто на самом деле не способен слишком долго обманывать себя, поэтому все это обычно заканчивается довольно быстро, относительно безболезненно. Как бы там ни было, все это рассказываю для того, чтобы вы поняли, я уже очень давно не проводила столько времени изо дня в день с одним мужчиной. Уже очень-очень давно у меня не было человека, с которым мне хотелось проводить много времени, и который бы хотел проводить много времени со мной, с кем мне бы хотелось проснуться, заняться сексом, поговорить, поесть, потом опять заняться сексом и так далее. Очень печально, что это казалось не таки необычным. Это заставило меня осознать, что всегда, что когда ты одинок, ты просто привыкаешь к отсутствию интимной близости в твоей жизни. Как бы там ни было, я хочу сказать, что для меня это была неделя сплошного, непрерывного счастья. За все это время Томас делал девять звонков по телефону, шесть по работе и три жени. Разговаривая с ней, он каждый раз выходил в другую комнату, так что я не знала, спрашивала ли она его, когда он приедет домой, как не знала и того, что он ей на это отвечал. Пока Томас говорил с женой, я сидела на кровати, чувствуя себя жутко неловко. Я не могла отделаться от мысли о том, что же это за семейная жизнь. Томас во всех отношениях был в высшей степени разумным человеком, который не опускался до вранья и ценил честность. Но выполнялось ли это, когда дело касалось его брака? Если твоя супруга или супруг по своему каприцу уходит с кем-то, как можно считать настоящей семьей, или я просто преумножаю значение того, что он женат, чтобы не ощущать себя грязной шлюхой, в конце концов я не выдержала и спросила у Томаса, интересуется ли его жена, когда он вернется домой. Он ответил мне, что у них есть договоренность, они могут отсутствовать две недели подряд, не более, без каких-либо объяснений, а затем пора возвращаться. Это было интересное соглашение, и теперь, по крайней мере, я хотя бы знала, когда истекает наше время. Мне не нужно было больше гадать, когда закончится наш короткий медовый месяц. Две недели, а затем силамат тинггал. До свидания, дословно, мир вашей жизни, как говорят на болей. В одном из таких дней, когда Томас разговаривал по телефону, я позвонила маме, просто, чтобы сказать, что я здорова и со мной все хорошо. Когда я уже скончила разговор, с ним в телефоне раздали сигнал, еще один вызов. Я приняла его. Голос на другом конце линии был четким, высокомерным и холодным. Это была Кэндис, моя начальница, которая звонила мне из Нью-Йорка. Меня слегка встряхнула, и я даже села чуть ровнее. Привет, Джулия. Это Кэндис. Я звоню, чтобы поинтересоваться, как продвигается твоя работа. Ох, привет, Кэндис. Работа идет отлично. Правда, я уже столько всего узнала, это поразительно. Что ж, приятно слышать, а я беспокоилась, как бы не вышло так, что ты связалась с каким-нибудь итальянцем. И теперь прожигаешь деньги, развлекаясь Капистрано. Сан-Хуан, Капистрано, курортный город на юге штата Калифорнии. Последнее слово она проговорила с отменным итальянским произношением. «Нет, что вы, конечно, нет, я очень напряженно работаю, очень». Обернувшись в этот момент, я увидела Томаса в полотенце на бедрах. Он направлялся к небольшому бассейну, расположенному прямо возле нашей спальни. От напряжения я вспотела. «Ладно, хорошо, я сознаю, что это решение было принято мной несколько поспешно, но мы выдали тебе чек, а ты подписала договор, так что я хочу, чтобы ты знала, мы ожидаем, чего, что ты оправдаешь наше доверие. Разумеется, сказала я. В этот момент Томас громким всплеском прыгнул в бассейн. Я плотно прижала телефон в груди, чтобы приглушить этот звук. Я буду счастлива оправдать ваше доверие. Я соберу очень много материала. Это будет удивительная книга. Я сделала еще несколько заверений насчет того, как напряженно я дружусь и за сколькими женщинами уже успела пообщаться, после чего максимально быстро закончила разговор. Затем я постаралась как можно скорее выбросить этот разговор из головы. В том смысле, что в конце концов я все-таки была на отдыхе. Итак, на восьмой день мы снова наконец-то рискнули покинуть отель и пойти прогуляться. Мы прошлись по Манки Роуд и заглянули в некоторое местное картинное галерей. В одном маленьком кафе мы съели пополам тарелку специфического местного блюда аям джеру свежий цыпленок обжаренный в масле с чесноком и кокосовым молоком. Пока на столе сидели глядя друг другу в глаза улыбаясь. Я была рада, что нахожу далеко от дома и никто из знакомых не видит моего идиотского поведения. На мотоцикле подъехала пара. Он молодой человек лет 25 и она пожилая женщина за 50. Сняв свои шлемы они сели рядом с нами и взявшись за руки принялись разговаривать. Затем она наклонилась вперед и поцеловала его. Я перестала пялиться на Томас и начала пялиться на них. Томас наблюдал за тем, как я наблюдала за ними и улыбалась. А, у нашего антрополога появился новый объект для исследования. Я отвела взгляд от необычной пары. Мне и в голову не приходилось, что мое поведение бросалось в глаза. Но это ведь интересно, разве не так? Томас посмотрел на них. Скажи мне, что ты сейчас видишь? Я быстро глянула в их сторону. Женщина была привлекательна, но уже не молода. Она была в расцвете среднего возраста, полная талия, дряблые руки, седые волосы, собранные на голове с помощью заколок. Парень был красавец. Стрижка боб, черные волосы, разделенные посередине проборов, спускались чуть ниже ушей. Лицо очень тонкое, но с широкими бровями и большими карими глазами, которые придавали ему глубину и силу. Его тело было худощавым, но при этом мускулистым и подтянутым. Мужчина полился женщиной в своих интересах, сказала я. Ага, значит, ты видишь перед собой несчастную женщину, которую водит за нас молодой человек. Возможно, это интересно, потому что я вижу женщину, которая использует мужчину в своей цели. правда удивилась я, вероятно, может быть, она здесь просто для того, чтобы отлично провести время, но также может быть, что она пытается убедить этого мальчика в том, что любит его, что будет всегда о нем заботиться, затем она удовлетворенная вернется к себе домой, в Лондон, или Сиддон, он-то, но он-то останется тут один, в точности, так, как обычно поступают мужчины. Да, так обычно поступают мужчины. Я недодолго задумалась. Разве не печально, что мы с тобой сразу начали предполагать один из этих двух вариантов, что ты имеешь в виду? Мы с тобой решили, что один из них использует другого в своих целях, и все из-за разницы в возрасте. Ну да, Джулия, конечно, я хочу сказать, что мы с тобой не идиоты, верно? После такого заявления я рассмеялась, а Томас накрыл мою ладонь со своим. Он смотрел мне прямо в глаза, и взгляд у него был восхищен. Твой смех, твоя улыбка к ним так легко привыкли, честно. Я скромно подкрыла глаза, уставившись стол, и изо всех сил старалась прогнать все чувства. Мы шли пешком в центр у Будда к знаменитому храму Пури Сарен Агунг, чтобы посмотреть представление традиционной местной танец под названием Легунг. Пока мы проходили мимо кафе и магазинчиков, торгующих безделушками, Томас снова завел разговор о той паре. Знаешь, для Бали это вполне типичная ситуация. Женщины массово едут сюда именно за этим. в самом деле там скину, но обычно не в Убуд, а в Куту. Там они все и знакомятся. А где это Кута? На побережье, недалеко от аэропорта. Это туристический город, жители которого стараются тебе что-нибудь продать. Именно туда направляются Жигало, с Бали, чтобы ознакомиться с женщиной. Как это печально. Почему? Потому что мне бы хотелось, чтобы женщинам не нужно было приезжать сюда с целью заполучить кого-то, с кем они смогут заняться сексом. В этом чувствуется такая безысходность и отчаяние. О да, нет ничего более печального, чем отчаявшаяся женщина. Так? Ну это всегда печально, если кто-то чувствует отчаяние. Но да, ты права. Ты прав. Это воспринимается как маленькая трагедия. Некоторое время мы шли только то, что это остров, где процветает искусство, и что в местной культуре нет слова художник, потому что искусство занимается каждый, и в таких определениях нет нужды. Люди тут танцуют, рисуют, играют на музыкальных инструментах, в честь индуистских богов из своих рамок. Я знала о Бали только это. А что это место, куда приезжают потрахаться с балийскими парнями даже не догадывалась. Кстати, о Коте. Думала, завтра нам нужно будет уехать отсюда в Коту, если ты не имеешь ничего против. Пришло время, мне немного заняться делами. Томас остановился прямо на дороге, даже несмотря на то, что тут было просто замечательно. Когда он положил руку мне на щеку и поцеловал меня, я почувствовала, что меня даже немного мутит. Я не привыкла к таким удовольствиям. Я сказала Томасу, что с радостью сделаю так, как он ходит. Затем, вдруг засомневавшись, подумал, что, может быть, он надеялся уехать без меня. Я имею в виду, если ты, конечно, не собирался ехать туда один. В смысле? Я не хотела бы думать, что Томас обхватил меня руками и шепнул на ухо, заткнись, Джулия, ты меня раздражаешь, после чего снова поцеловал. Мы прошли через большой внутренний двор и увидели, что представление уже началось. Зрители расположились полукругом прямо на земле, а выступающие как раз выходили в центр через один из ворот храма. Это были женщины в ярких синих золотом саре и высокие золоченые головных уборок и глаза были жирно подведены. Хореография была настолько точно выведена, что все движение рук до смага в веру выполнялось строгим не сон. Я заметила, что эта пара из ресторана тоже сидела здесь. Я пыталась улыбить в женщине признаки того, что она влюблена в своего спутника. В тот момент физического контакта между ними не был. Я пробовала углядеть намек на то, кто в этой паре является хозяином положения, потому как они следили за представлением. Это было трудно. Я перевела глаза на танцующих, слушая музыку гамелан. Гамелан традиционный индонезийский оркестр и вид инструментального музыцирования. Появившись на острове Ява, впоследствии распространился на Бали, Суматре и других островах. Аккомпанировавшего выступлением я заметила, что танцовщицы даже глазами двигают синхронно. Каждый взгляд влево, право или вниз был запланирован. Я посмотрела на Томаса, его глаза возбужденно сверкали интересом и удивлением от происходящего. Я уже видела, как все это поглощается его блестящим мозгом, затем закручивается в водовороте о знании и смешиваться с природной восприимчивостью и мудростью, так что на выходе он может сказать об этом новом для себя опыте нечто в высшей мере поразительное для меня. Думая об отъезде из Будда, а потом из Бали, я понимала, что скоро наш роман подойдет к концу. Томас уедет домой навстречу новой любви, новому сексу, новой близости, новой дружбе, а я отправлюсь в следующее путешествие одно, кто является хозяином положением наших отношений было совершенно очевидно. Когда после окончания танцевальной церемонии мы выходили через ворота на дорогу, я снова увидела заинтересовавшую меня пару, которая целовалась прямо на улице в нескольких шагах от нас. В конце концов они оторвались друг от друга и тут женщина улыбнулась и сказала мне с четко выраженным австралийским акцентом «Не с вами ли мы встречались сегодня в кафе?» Ну, конечно, она была австралийка, поумнела и отправилась туда, где мужчины будут трахать тебя, даже если тебе за 50. Я ответила, что мы действительно уже виделись в кафе, после чего мы все познакомились. Женщину звали Сара, а ее спутником Мэйд, хотя на местном наречии это имя произносится как «Молотый». Сара же сказала нам, что живет на поле уже полгода и думает перебраться сюда на совсем. «Вы проводите тут медовый месяц?» спросила она у нас. «Нет, мы здесь просто на отдыхе», ответил Домас. «О, вы выглядите такими влюбленными. Нет, сразу бросила глаза еще там в кафе. Интересно, подумала я. Похоже, главное время сопровождения влюбленных пар смотреть на другие пары, пытаясь угадать, насколько они счастливы. Что ж, спасибо, сказал Томас, так оно и есть. Он посмотрел на меня, его синие глаза были полны озорства. Не хотите ли поужинать с нами прямо сейчас?» продолжала Сара. «Было бы так приятно поговорить с людьми с запада и послушать, что творится в мире. У них тут есть СНН, но я все равно порой чувствую себя в изоляции. На самом деле мне совсем не хотелось проводить последний вечер в Убуде с еще одной парой, но я не знала, как ей отказать. Томас, по крайней мере, попытался это сделать. Думаю, сегодня вечером мне совсем удобно. Завтра утром мы уезжаем в Куту. Начал он, как обычно, полагаясь на свое обаяние. «Прошу вас, я отчаянно нуждаюсь в общении с западными людьми», перебила его Сара. «Пусть это будет ранний ужин, чтобы остаток вечера был у вас свободен. Давайте сходим в кафе Лотос, там очень красиво». Дальше мы прялись сама были просто не в состоянии. С удовольствием в итоге сдалась я. Мы с Томасом шли по дороге на несколько шагов переди них. Между нами повисло молчание, и я не нарушила его. Но потом я повернулась к Томасу и сказала, «Так мы с тобой выходим влюблены?» И он ответил, «Да, влюблены. Набравшись до кафе Лотос, мы, похоже, заняли лучшие места во всем заведении, прямо у пруда, освещенного крошечными светильниками, которые живописно подсвечивали окружавшие его очень старые деревья. Вдоль берега выстроились каменные горгульи, из пасти которых лилась вода. По другой стороне пруда возвышался великолепный храм. Пура, Таман, Киму, Кимуда, Сара, Свати. Это было невероятно экзотично, совсем в стиле фильма Лара Крофт, расхитительница гробниц, однако при этом очень аскетичная строга. Было совершенно невозможно не склонять голову перед таким величием. Томас заказал нам бутылку вина, мы начали знакомиться ближе. Сара села возле меня, а Мэй рядом с Томасом. В общем, мы все сидели идеально для того, чтобы наблюдать за своими возлюбленными. Сколько времени вы здесь находитесь, спросила Сара. Неделю, ответила я, как здорово, а вы не ходили два дня назад смотреть церемонии кремации? Это было очень впечатляющее зрелище. Мы с Томасом улыбнулись и покачали головами. А в обезьянном лесу вы были? Я очень люблю обезьян и нахожу их чрезвычайно забавными. Я снова смущенно покачала головой. Нет, туда мы не добрались. А как насчет похода на гору Батур, что тоже нет, мы в очередной раз дружно покачали головами. На самом деле мы практически не выходили из отеля, откровенно признался Саре Томас. Это очень романтичное место. Ага. Она многозначительно улыбнулась. Я вас понимаю, Сара с любовью посмотрела на Мэда. Бали просто исключительное место для любви. Томас взял меня за руку через стол и подтвердил. Это так. Очевидно, есть что-то такое в местном ландшафте, но также и в балийской культуре, в их преданности искусству, красоте и великий. Все это просто потрясает. Сара нежно убрала прядь волос упавшего Мэда на глазах. Невозможно удержаться, чтобы не увлечься этим. Наконец подал голос Мэд. Да, валий. Этот остров посвящен всем видам любви. Любви к Богу, любви к танцу, музыке, семье и любви романтической. Сара потянулась к нему через стол. Он обеими руками взял ее ладонь и нежно поцеловал. Что в этом криминального? Ничего, за исключением того, что мне по-прежнему трудно было проигнорировать тот факт, что по возрасту она хотела ему в матери. По правде говоря, то же самое я чувствую, и когда вижу пожилого мужчину с женщиной, которая значительно моложе его. Однажды на улице я встретила Билли, Джоэлла, с молодой женой и подумала, ему следовало бы оплачивать ее обучение в колледже, а не заниматься с ней сексом. Но кто я такая, чтобы судить Билли, Джоэлла или Сару с Мэйдом? А если несчастливой, пусть так и будет. За второй бутылкой мы охватили огромное количество родных тем. Мэйд рассказала о стиле жизни на Бали, о семьях, которые живут здесь, одни в большом лагере, родители, их дети, жены детей со своими семьями селятся в отдельных домиках, расположенных вокруг одного общего внутреннего двора. Мэйд также кое-что разъяснил относительно индуизма насчет смерти и убеждения, что жизнь человека представляет собой цикл из собственной жизни, из собственной жизни, смерти и реинкарнации, которая повторяется до тех пор, пока душа не достигнет вершина просвещения. Самадхи, а Сара тем временем двигалась к вершине опьянения, она пересела поближе к Мэйду и начала кланиться к нему, то и дело укладывая голову ему на плечо, словно расчувствовавшаяся девочка-подросток, сидевшая за соседним столиком, английская пара не отрывала ни глаз, у Сары уже притупилось чувство так-то, и она говорила, притупилось чувство так-то, и она говорила, пожалуй, слишком громко, а я знаю, что они думают, они думают, что из-за моего возраста Мэйд просто использует меня, но он у меня ничего не просит, вообще ничего, я тянула, давая понять, что понимаю, Сара отпила вина, мы познакомились на пляже в Коте, Мэйд подошел ко мне и сказал, что я самая красивая женщина, которую он когда-либо видел, конечно, я понимала, что все это полная ерунда, но все равно мне было ужасно приятно, Сара, видимо, что-то уловила выражение моего лица, хоть я вовсю старалась выглядеть участливо, это не то, что вы думаете, Мэйд сел на песок рядом со мной, и мы с ним просто разговаривали, разговаривали, разговаривали часами, это было восхитительно, звучит очень романтично, одновременно, сказала я, теперь, Сара вела себя более настойчиво, и несколько шумно, чтобы подчеркнуть значение своих слов, она начала стучать пальцем по столу, он никогда ни о чем меня не просил, я говорю совершенно серьезно, я купила ему мотоцикл, потому что сама этого захотела, я давала деньги его семье, ведь люблю Мэйда и хочу ему помочь, они очень бедные, он живет со мной, и я плачу за вас, за нас обоих, потому что могу это делать, и поэтому, и потому, что получаю от этого удовольствие, но сам он никогда ни о чем меня не просил, никогда, Мэйд работает в магазине тут неподалеку, каждый день и у него поразительное отношение к труду, Сара пьяным взглядом упору ставилась на англичан, еще громче повторила, да, поразительное отношение к труду, англичане молча посмотрели на нее, потом переклянулись, мужчина помахал рукой официантке и попросил принести счет, уже поздно, наверное, нам пора идти, сказала я неловко заерзом на стуле, Сара немного нахмурилась и обила Мэйда руками, он любит меня сильнее, чем любует мужчин, которых я когда-либо знала, и меня иногда начинает от всего этого тошнить, в смысле от всех этих взглядов, Мэйд поцеловал ее в лоб, некоторые люди просто не понимают, что мы с тобой испытываем друг другу, все в порядке, любовь, меня, да верно, все эти люди придурки, произнесла Сара на этот раз так громко, что услышала весь ресторан, придурки, а затем перелала взгляд на меня, кстати, Джулия, покажите мне отношения, которые были по-настоящему равноправными, покажите мне хоть один, хоть одну пару, где оба чувствуют друг другу в точности то же самое в одно и то же время, вот покажите мне это, Джулия, покажите прямо сейчас, теперь уже весь ресторан смотрел на нас, отвечать мне определенно не хотелось, вот именно, этого просто не существует, сказала Сара, стукнув кулаком по столу, этого не существует в природе, ну и что из того, что я даю деньги Мэйбелл и его семье, ну и что, он любит меня, и это все, что в принципе нужно знать человеку, он любит меня, принесли счет, и Томас расплатился, я никогда еще не видела, чтобы кто-то так молниеносно расплачивался, после чего мы быстро ушли, когда мы шагали по дороге, я почувствовала, что меня немного покачивает, я пошла быстрее, мне хотелось поскорее уйти от Мэйдой Сары, по мне так это была по-настоящему отчаявшаяся женщина, она была в отчаянии от того, что мир не видит в них с Мэйдом влюбленную в бар, и не позволила себе увидеть, что мужчина, который любит ее, сильнее, чем любой другой мужчина в его жизни, выполняет это, как работу по совместительству, опять-таки с моей точки зрения, прошедшая неделя была настоящим чудом, я была так счастлива, что начала молиться богам, индуистским, и всем остальным, чтобы это никогда не кончилось, когда я думала о возвращении к своей прежней жизни, к бетонным тротуарам, к деловым встречам, ленчем, безработице, свиданиям и вечеринкам, внутри меня все начинало трястись. Если бы Томас попросил меня быть с ним до конца жизни, навсегда бросить своих друзей и близких, просто остаться тут и строить вместе с ним жизнь на Бали, я бы мгновенно не задумалась, сказала «Да, да, да», как будто он приоткрыл лазейку, маленькую дверцу в моем сердце, за которой прятались годы, проведенные среди книжных шкафов и ковровых покрытий и выпустил через нее мои новые устремления, о существовании которых я не догадывалась. Все, чего мне хотелось в тот момент, это броситься к ногам Томаса и молить его никогда, не покидать меня. Вместо этого я продолжала идти вперед все быстрее, но вернулись на нашу маленькую виллу и тут же рухнули на нашу разборчивающую кровать под балдахином. Могли обнялись и принялись целоваться, плотно прижимаясь друг к другу всем телом. Тем временем в Штатах если оба человека, между которыми установились определенные отношения, находятся в депрессии, в этом не может быть ничего хорошего. Исключительно полезно, чтобы хоть один из них был способен в любой момент утешить и приободрить другого. Сирена и Руби находились не в тех отношениях, которые можно было бы считать близкими к классическому пониманию этого слова. Однако Сирена спала у Руби на диване и у обеих были большие проблемы с тем, чтобы встать с постели. В то конкретно утро Сирена проснувшись на миг абсолютно забыла свое короткое пребывание в воле с вами, пока с просонья не потянулась, чтобы пригладить свои длинные светлые волосы и не поняла, что их больше нет. И тогда она заплакала. Руби, находившаяся в соседней комнате в это время, видела кошмарный сон про Питбуля, которого она обнимала перед тем, как его забрали. Его большие коричневые глаза выглядели такими, ничего не подозревающими. Проснулась она, схлипывая в подушку. Если бы кто-то в этот момент заглянул в квартиру Руби, он мог бы услышать приглушенную фугу печали в исполнении дуэта. Наконец, Руби сообразила, что проснулась и перестала плакать. Лёжа на кровати и, собираясь с мыслями, она услышала это носившееся по гостиной, тихие всклипывания сирены. Руби смутилась и не знала, что ей делать. Всё, что она до сих пор знала о сирене, это что? Да, побрела голову и ушла в йоговский монастырь после того, как накачалась под завязку алкоголя с куриными крылышками. К тому же, Руби ещё толком не поняла, поскольку близко хотела бы эту самую сирену узнать. Однако, сейчас сирена плакала, я думаю. Поэтому Руби встала со своей постели. На ней была фланелевая пижама с изображением маленьких собачек. Она надела пушистые домашние тапочки и вышла из спальни в холл. В коридоре я встретила манилька и сразу стал тереться о её ногу. Сирена услышала приближение Руби и быстро умолкла. Нет ничего хуже, чем когда посторонний человек видит, как ты платишь. Если и есть хоть одна причина, чтобы жить без соседей, по квартире, это как раз возможность спокойно поплакать в уединении. Сирена притворилась спящей, надеясь, что Руби просто уйдёт. Но Руби остановилась после разложенного дивана. Она подождала немного, а потом шёпотом спросила, «Сирена, с тобой всё в порядке?» Сирена зашевелилась. «Ну да», сказала она придворно-сонным голосом, «всё хорошо, если тебе что-нибудь нужно, дай мне знать». «Окей, окей, конечно». После этого Руби прошлёпала по коридору и снова забралась в постель. Натянув на голову стёганное одеяло, она подумала, вот во что превратился в мадону, в страну печальных девушек. Затем она начала мечтать. Руби часто этим занималась. На самом деле наиболее мрачные периоды именно благодаря этому ей всегда удавалось не сдаваться. Мечты были о лучшей жизни. Однажды по непонятным причинам Руби начала фантазировать на тему того, каким было бы её утро, если бы в неё в доме был маленький ребёнок. Тогда у неё не было бы времени валяться в своей мягкой постели среди взбитых подушек. Она бы уже давно и давно встала, чтобы приготовить завтрак, сделать ребёнку бутерброды, одеть его и собрать школу. И эта мысль не утомила её, а вызвала улыбку. Руби вдруг поняла, что не может дождаться дня, когда у неё не останется времени думать о себе. И тут она сообразила, что сегодня как раз такой день. Сирене, конечно, не семь лет, но Руби была ей нужна. Сирена была подавлена и плакала. И если Руби ничего не напутала, у Туи где-то через час должна была состояться встреча с прежним работодателем. В это утро Руби стояла и стояла над ней не совсем понимая, что же должно произойти дальше. Она подумала о том, что в таких ситуациях делает мать. Они просто не воспринимают отказа. Вот что они делают. Они идут приготовить что-нибудь, даже если ребёнок отказывается от помощи и утешения. Поэтому Руби развернулась и направилась на кухню. Там она набрала воды в чайник, зажгла горелку и поставила воду на огонь. Затем открыла свой буфет и внимательно оглядела его содержимым. Руби решила, что раз сирена занималась йогой, она любит чай. Руби вспомнила, что однажды купила упаковку зелёного чая во время своей первой единственной попытки начать пить его из-за поразительных антиоксидантных свойств. Хотя никто ей так понятно и не объяснил, что такое антиоксидант. Она заглянула в круг полки и извлекла оттуда чай, а когда чайник засвистел, приготовила сирене чашку этого напитка. Затем Руби открыла маленькую упаковочку файс, густого и вкусного греческого йогурта и прихватила ложку. Вернувшись к сирене, она решила добавить немного близости, все рядом с ней на диван. Руби тронула сирену за руку. Хочешь чашечку зелёного чая, я принесла его тебе. Ответа не последовало, но проснувшиеся инстинкты подсказывали Руби, что нужно немного подождать. Через несколько мгновений сирена действительно медленно села и прислонилась к спинке дивана. У Руби мелькнула мысль, что с этой бредой головой и опухшими глазами сирена ужасно похожа на птенца страуса. Спасибо, Руби, я очень тебе благодарна, слабым голосом сказала сирена. Она взяла чашку с чаем и отхлебнула. Слава тебе, Господи! Руби чувствовала, как её сердце переполняется материнской гордостью. Может быть, ты хочешь об этом поговорить? Сирена смотрела в свою чашку и молчала. Я просто понятия не имела о том, как здорово быть в кого-то влюблённой. Уголки её губ поползли вниз, а на глаза снова начали наворачиваться слёзы. И это сделало меня такой глупой. Руби взяла её за руку и мягко сказала, «Мне очень жаль, что так вышло, дорогая». Сирена продолжила, а потом оказалось, что всё это не настоящее притворство. Так как же я смогу когда-нибудь влюбиться ещё раз, если всё это было сплошной ложью? А выходит, мне так сильно хотелось влюбить, что я всё это выдумала? Руби не знала, что там можно сказать, но она попыталась как-то помочь. Возможно, это была всего лишь репетиция. Может быть, это было необходимо тебе, чтобы раскрыться навстречу любви к человеку, который того стоит. Сирена взглянула на пластиковый контейнер в руке у Руби. «А что это у тебя? Это греческий йогурт с мёдом, очень густой и аппетитный. Хочешь попробовать?» Сирена едва заметно кинула. Руби набрала ложку йогурта и протянула её сирене. Но вместо того, чтобы взять её, сирена нагнулась вперёд и открыла рот, как будто на том, чтобы держать ложку, требовалось больше сил, чем у неё было. Руби опустила ложку ей в рот, сирена улыбнулась. «Вкусно! У тебя ведь по-моему скоро встреча?» «Осторожно!» сказала Руби. Сирена медленно кинула, потом сделала глубокий вдох, думая, не нужно вставать. Но перед тем, как опустить ноги на пол, она ещё раз посмотрела на Руби. «Спасибо тебе!» После ухода сирены Руби стала думать о том, что, возможно, проблему матери-одиночки можно как-то обойти. И поняла, что, вероятно, необязательно делать всё в одной. Есть масса способов, как заполучить такую ситуацию потенциального отца. Идя по улице к своему офису, который находится всего в нескольких кварталах от её квартиры, очень удобно Руби начала размышлять о том, кто мог бы сделать ей ребёнка. Решение пришло мгновенно. Её друзья Деннис и Гарри, среди всех её знакомых у них были самые стабильные отношения. Они были вместе уже три года и жили в прекрасном лофте на 18-й улице в Челси. Руби жила в Верхнем и Сайде. Но она с радостью переехала бы в Челси, чтобы они все могли делить между собой родительские обязанности. Она припомнила, что Деннис и Гарри кажется, однажды говорили что-то насчёт того, чтобы завести детей. Удивительно, как она сразу об этом не подумала. Они были самыми заботливыми из всех, кого она знала. Зачастую в паре один человек очень приятный, а другой наоборот, что-то вроде плохого копа. Но что касается Денниса и Гарри, они оба были такими предупредительными и внимательными, что попадая к ним в дом, чувствуешь себя так, будто оказался в волшебном пансионе ночлег плюс завтрак, где всё такое уютное, мягкое и где исполняются любые твои прихоти. Руби познакомилась с Гарри, когда он пять лет назад жил с ней на одной лестничной клетке, и с тех пор они были близкими друзьями. Когда на горизонте появился Деннис, они с Руби мгновенно понравились друг другу. Они частенько собирались вместе одной большой счастливой семьёй. Руби начала прокручивать в голове этот вариант на воду главным опекуном ребёнка, но Деннис и Гарри смогут проводить с ним столько времени, сколько захотят. И самое главное, у неё малыша будет даже не один папаша, а целых два. У неё будет время, чтобы куда-то вырваться из дома и вести полноценную жизнь, потому что Деннис и Гарри всегда будут рядом, чтобы присмотреть за ребёнком. Возможно, им даже удастся найти квартиру в одном доме. Руби задумалась, как именно всё это должно произойти. Собственно, чья это будет сперма Гарри или Денниса, нежность оба очень привлекательная, оба для нелепости крепкие парни, Деннис немного более коренастый, чем Гарри. Правда, у Гарри плохое зрение, а Деннис начинает терять волосы. Но с Гарри она познакомилась раньше, наверное, будет лучше, если это будет ребёнок от Денниса, чтобы тот не чувствовал себя покинутым и забытым. Руби где-то читала, что иногда мужские пары смешивают сперму и таким образом играют своего рода русскую рулетку с семенной жидкостью. Руби живо представила себе всё это. Её ребёночек в коляске Баби Бьери весь в розовом или в голубом. Руби носит своего ребёнка в розовом или голубом на руках, а он фаркует и что-то лепечет. Либо ребёнок в розовом или в голубом